Девушки отдыхают Новых игр уже постепенно переходит в этот самый разряд игр, вышедших достаточно давно. Закончится 2019, игре уже стукнет год, это будет уже прошлогодняя игра. И в связи с этим как-то просто захотелось, наверное, вспомнить свои ожидания, вспомнить, в принципе, чего от Mortal Kombat 11 хотелось, посмотреть, как он развивался. И самое главное, что он в конце концов нам дал. Потому что 6 месяцев, мне кажется, уже достаточно большой срок для того, чтобы делать выводы о том, что хотят делать с игрой разработчики. И самое главное, чего с игрой разработчики делать не хотят. Мне сегодня помогает Стас. Стас, поздоровайся. Всем привет. Стас, поздоровайся. И это такой интересный получился момент, потому что мы где-то, наверное, в чем-то совпали. То есть я сразу хочу заранее извиниться, заранее, может быть, предупредить, что у Mortal Kombat 11, как мне видится, я много раз уже об этом рассказывал, ну, есть такие две стороны, да, то есть профессиональная и казуальная. С одной стороны, это вот прям такой файтинг-файтинг с турнирами, с людьми, которые очень всерьез учат фреймдату и пытаются взять от нее все как от киберспортивной дисциплины, в первую очередь. И в то же время есть другая вот эта вот сторона людей, которые, ну, просто хотят поиграть в хорошую игру. То есть для них сделан сюжет, для них на самом деле в MK11 и вообще во всех играх от NetherRealm сделано очень много, всегда. И вот, ну, мы с Стасом, наверное, все-таки из стана вторых, хотя не чужды и первым. Поэтому если кто-то из вас слушатели, там, сугубо файтер, да, или сугубо такой человек, который приходит в игру, пофанится, может быть, некоторые вещи, ну, не найдут отклика в душе. Так что будем надеяться, мы сумеем все это рассказать, так чтобы это хотя бы было вам понятно. Давай, Стас, просто вспомним, как у нас с тобой это все началось и самое главное, чего мы от игры ждали. Вот мы с тобой об этом даже, по-моему, никогда не беседовали особенно, поэтому вот расскажи мне, как ты залез в Mortal Kombat 11 и чего ты от него хотел? Ну, с Mortal Kombat 11 на самом деле было так очень неоднозначно, потому что Mortal Kombat X в какой-то момент меня не настолько зацепил, как 9 Mortal Kombat, и я не ожидал каких-то феноменальных вещей от Mortal Kombat 11. Они в очередной раз, то есть поменяли всю систему, все мувсеты, все вот это вот исчезло, надо учить все заново, это немножечко расстраивает. По первым трейлерам я не был особо так впечатлен, я колебался брать, вообще не брать ее по предзаказу. Ну, вот буквально за два дня до предзаказа я все-таки решился, взял ее, и вот на самом деле вот эта часть мне понравилась гораздо больше десятой. Она превзошла мои ожидания, потому что то, как она ощущалась по видеороликам, это было совершенно одно, а как она игралась руками, это совершенно другое. Она более была френдли, ну френдли какая-то, как мне показалось. Mortal Kombat X вообще был слишком бешеный, он задирал темп просто нереально. Ну, это была игра про прессинг, да. Это был сплошной прессинг, это были вот 50 на 50, попробую отгадать какой блок, верхний и нижний, не угадал, большая комба, три раза не угадал, все, до свидания. Здесь она действительно стала какая-то более умная, то есть ты пытаешься как-то обманывать противника, провоцировать его. Потому что на это время есть. И время на это есть, да. На самом деле очень важный момент это когда один противник уронил другого и есть возможность у лежащего сделать много опций и соответственно какие-то обратные меры предпринять у того, кто его в данный момент выигрывает. И исходя из этого, да, исходя из этого как бы и строится очень во многом психология матча. В Mortal Kombat X не было такой психологии, когда вот кто-то упал, затяжная пауза и все вот смотрят, что же будет дальше, кто как успеет отреагировать, кто что сделает. И соответственно вот этот вот психологизм, он да, очень хорошо влияет. В сетевых играх также, то есть достаточно уронить один раз своего противника, посмотреть что же он будет делать. И исходя из этого, дальше уже пробовать как-то его читать, разводить, обманывать, провоцировать. У нас стало действительно более умным. В Mortal Kombat X как-то вот я даже чуть больше половины персонажей освоил, а вот в 11-й части мне вот хочется всех освоить. Ну да, ты сейчас говоришь просто как о файтинге, здесь в отношении 11-й части комьюнити, как я понимаю, немножечко разделилась. То есть выделилась такая каста тех людей, которым больше нравится Десятка, и они ходят всем рассказывают о том, насколько Десятка была более качественным файтингом. Есть те люди, которым больше нравится 11-й, и в общем-то, ну вот этими аргументами все полгода люди перебрасываются. То есть здесь нельзя, может быть, однозначно сказать, какая игра прям лучше, и приходится говорить о вкусах, о цвете, разных качествах фломастеров и так далее. Вот, но тут, мне кажется, самая такая простая вещь, если мы говорим о том, удалась игра или не удалась. Да, конечно, удалась. Ну, то есть как бы про 11-й Mortal Kombat можно очень много говорить плохого, где-то по мелочи брюзжать, но это можно сделать специально с любой игрой. А если рассматривать в целом, ну, это хороший файтинг получился, в принципе, тут даже особенно, мне кажется, нечего и рассусоливать. Да вот, другое дело, как с этим файтингом обращается сам разработчик, потому что, ну, на что обычно жалуются? Да, жалуются на то, что очень редкие патчи. Жалуются на то, что баланс не идеален, но я здесь отношусь довольно просто, потому что, ну, не бывает идеальных балансов, и жалобы на баланс есть абсолютно в любой игре, если ты в неё погружаешься, ну, чуть глубже, чем обычное простое знакомство. Вот. Но, тем не менее, какие-то вопросы, они же всё равно накапливаются. То есть, до несчастного Коттеля, Кана, очень как-то тяжело всё давалось. Те персонажи, которые были там в лоутире, далеко не все были подняты за это полгода. Вот. Ну, и вообще, в целом сложилось какое-то, наверное, общее ощущение того, что, ну, не спешат. Не спешат разработчики этим самым балансом заниматься. И, на самом деле, патчи, которые были выпущены, затрагивающие исключительно баланс, можно пересчитать там по пальцам одной руки. Их, по-моему, было всего-то штуки три, дай бог четыре. Вот. При том, что последний из них, он не столько правил, ну, существующий какой-то статус-кво, сколько внёс третьи вариации, и они так здорово взлохматили мету. Заставив говорить о том, что, ну, вот, баланс снова был изменён. Вот. Но, тем не менее, я не устану на этой своей известной кобылке скакать. Я очень ждал от Mortal Kombat 11 игры сервиса. Ну, то есть, для этого были все предпосылки. Я сейчас не буду слишком углубляться и долго рассказывать, почему я так считал. Об этом у нас там был четырёхчасовой подкаст с Костей, например. За день до выхода игры ещё я много раз это рассказывал. Вот. Но, вкратце, суть в том, что Эд Бун и возглавляемая им студия, вот эта вот, Назарелем Студиос, они, на мой взгляд, лучше всех, наверное, из создателей файтингов, чувствуют обычного игрока. Не файтера, не про, а вот такого вот файтера венаби. То есть, человека, который там играет понемножку по вечерам, не сильно заморачивается и просто хочет, чтобы игра его развлекала за пределами там какого-то сюжетного режима. На самом деле, в общем-то, и сюжетный режим в файтингах, в том виде, в котором мы его получаем сейчас, это самое Назарелем Студио, ну, и придумало, и популяризовало. Вот. И когда я играл в Anjustice 2, я был в большом впечатлении, потому что увидел, что студия, ну, пошла вот по этому пути сервисного развлечения. То есть, если мы посоминаем вот эти всякие игры-сервисы, ох, сколько раз я их уже упоминал, вот, мы увидим очень много признаков того, что, наконец-то, и файтинги, возможно, могут пойти по пути каких-то ежедневных развлечений. У нас в МК-1, собственно говоря, очень много из этого и воплотилось. То есть, это и Делики какие-то, это и Боевая Лига, это и Трипт, и, самое главное, вот набор башен, который есть. То есть, иными словами, все было задумано и реализовано таким образом, чтобы тебе каждый день было в игре чем заняться, помимо того, чтобы приставать к друзьям, поиграйте со мной, или ходить в онлайн и просто биться со всеми встречными поперечными, что, в общем-то, ну, не всем нравится. Вот. Я был, ну, не сказать, что прям в диком восторге, но в очень большом воодушевлении, когда игра наконец вышла, когда я смог это все пощупать, да и все предшествующие релизы месяцы прошли вот под знаком сбора вот этой вот информации с постоянным каким-то положительным подкреплением, что, ой, вот такое будет, это хорошо, и вот так вот меня будут развлекать, это тоже хорошо. Вот. А теперь полгода эти пролетели, и могу сказать, что да, здорово, все эти механики в игре появились, они в какой-то мере, ну, не знаю, были работающие, я был ими доволен, рассказывал об игре там в первые какие-то недели выхода и так далее. А сейчас у меня сложилось впечатление, что развивать их студия не собирается и, возможно, даже и не собиралась. То есть они сделали классный, я считаю, прям действительно очень классный скелет, вот такой вот файтинг-сервис, которого я ждал. Но при этом мясо на этих костях так толком и не появилось. У меня, на самом деле, огромная куча накопилась претензий или каких-то пожеланий относительно того, как можно улучшать те же самые башни, как можно улучшать режим и битв. Систему дейликов надо просто взять, выкинуть и заменить их, наконец, нормальными, потому что они абсолютно бесполезны. Вот. И так далее. Но, как говорится, может я один такой, может все хорошо, может все нормально. Насколько я тебя знаю, насколько помню, там, наше общение, наши игры, вот, ты, в общем-то, занимался примерно тем же, чем и я. То есть ты раскапывал все эти кастомайзеры, ты выедал большой ложкой весь контент для синглплеерного игрока, как я его называю, и, в общем-то, ну, в чем-то, по своим ожиданиям от МК-11 в этом отношении был схож. Там, расскажи мне. Да, да. Я вот люблю синглплеерную составляющую, я люблю кастомайзер, анлок, это вот мне очень нравится, заниматься всем этим. Прохожу персональные башни, постепенно учу персонажей, то есть я изначально знал, что я пробегусь по всем персонажам, поизучаю их, попрохожу, вот, пооткрываю все, что можно для них открыть, все, что смогу. И план вот строил, ну, где-то, ну, чтобы игра была где-то, ну, на год, да. То есть я трачу где-то по неделе на одного персонажа, но играю не каждый день, не каждую даже неделю. Постепенно, каждый раз возвращаюсь, изучаю для себя нового персонажа, и вот так постепенно прогрессирую. На данный момент игре полгода, и я как раз вот половину ростера и выучил, как я и считал изначально, что где-то вот за год я, видимо, все и пройду в плане синглплеера. Ну, ростер, да, растет, но я вот 50% ростера это вот уже с текущими DLC персонажами, то есть где-то, где-то вот в годовщине я, наверное, всех их допрохожу. По поводу башен времени, они, да, действительно, это интересно. По первости, когда дух коллекционера тебе приказывает буквально каждую башню проходить, быстрее бежать в каждую платформу, выхватывать все, что у тебя еще нет. Ну, это навье, конечно, навье. Да, это навье. Такого особо не было. То есть уже буквально через месяц-два, когда у тебя все постоянно повторяется, у тебя уже заметно теряется интерес ко всему этому. То есть ты... Ну, это, собственно, да, это достаточно такая большая проблема, потому что, с одной стороны, да, поскольку эти башни постоянно-постоянно вертятся, с разной, конечно, периодичностью, а эта система хорошо звучит на бумаге, да, она и работает, в общем-то, хорошо. То есть штука в чем-то, ты же не можешь круглосуточно мониторить игру, ты подходишь к ней время от времени. И, соответственно, ловишь башни, вот эту вот ротацию башен в каком-то положении. И поначалу, когда ты набрасываешься на игру, всего очень много. То есть тебе всегда есть чем заняться. То есть сейчас я не буду придираться к тому, что сами по себе башни очень уж однообразные, но это так. И вот их свежесть и новизна так достаточно быстро соскоблилась. И, в общем-то, мне кажется, уже никто в них не ходит самостоятельно руками. Просто отправляешь бота и сидишь как истукан время от времени кнопочку X нажимаешь, чтобы между боями скипать. Вот. Но это даже бог с ним. Хотя столько времени прошло, ребята. Надо это уже как-то укропнять или хотя бы просто менять. Беда главная в том, что в них не насыпают нового. Или насыпают, но очень малыми дозами. И из-за этого даже когда получается, ну не знаю, поиграть и застать какие-то новые положения, все чаще начинаешь натыкаться на то, что вот это у меня уже все забрано, это уже все пройдено и так далее. И если ты достаточно интенсивно играл, то уже спустя пару месяцев, наверное, просто в режим с башнями пропадает смысл заходить. Потому что я вот прям помню вот это вот свое ощущение. Ты заходишь, а там снова как бы все галочки проставлены, снова все пусто. Ты такой, ну опять не в что играть. Получается вот так. Да, время от времени появляются башни с боссами, и они почти всегда приносят какой-то новый кастомайз, но они достаточно быстро перестают приносить новый опыт. И в общем и целом, вот сейчас, оглядываясь назад, я, конечно, ужасаюсь количества потраченного времени, с одной стороны. То есть я, видимо, тот самый игрок, который, ну, потребитель вот этого предложенного сервиса, в первую очередь. А вот с другой стороны, именно как этот самый игрок, очень лояльный, я должен сказать, игрок, я могу сказать, что на достаточно долгой уже пройденной дистанции, это все стало скучновато, именно из-за того, что оно никаким образом, толком не обновляется. И даже вот тот самый апдейт, который появился не так уж давно, переколбасивший башни, да, там добавил две или три новые, добавил вот этот режим рейд и так далее. В общем-то, по факту, по сути, ничего нового-то и не принес. То есть, да, появилась пара новых башен, но в них надо делать все то же самое. Призывник дают те же самые, они, в общем-то, тоже все уже выбранные. И, ну вот, в борделе кровати переставили, как говорится, все как в том анекдоте. И в этом плане я, ну, могу вот эту вот линзу немножечко укрупнить и сказать, что и в целом по всей игре наблюдается именно же самая эта история. То есть, простое сравнение. Если мы говорим о любом сервисе, ну, чаще всего это, конечно, бесплатные игры, но не совсем так. То есть, мы можем там, не знаю, бежать в Destiny, да, можем бежать в Hearthstone, Wind, там. И каждый, я думаю, внутри своих интересов найдет, ну, несколько таких игр, которые он примерно знает, как устроено. И вот если с этими играми сравнивать Mortal Kombat 11, то видно, что не хотят его обновлять с точки зрения контента. И если первые месяцы я еще думал, ну, у вас столько планов, ребят, когда еще и до этого дела дойдет, то сейчас понимаю, что, в принципе, любое обновление Mortal Kombat 11 сводится исключительно к персоналам. Причем эти персонажи, ну, заявлены изначально, то есть, они уже обещаны, за них уже у геймеров взяты деньги. То есть, те коллекционные издания, специальные издания, или просто Kombat Paki, вот эти вот боевые наборы, которые уже были проданы, это же, ну, по сути, оферты. Это обещание того, что и сколько какого контента будет выдано оплатящим игрокам. То есть, получается, что есть вот эта вот когорта людей, которые уже заплатили, и им обещаны, сколько там, шесть DLC персонажей. С каждым DLC персонажем обязательно выходит пак из трех костюмов и одного уникального, эксклюзивного, то есть четыре костюма. И такое ощущение, что из более-менее заметного контента на весь первый, во всяком случае, год МК-11, это все, что задумано. Только персонажей и несколько костюмов. Ну, время от времени, там, раз в несколько месяцев, они чуть-чуть подкручивают баланс. Это настолько мало по сравнению с любой сервисной игрой, к которой я привык. Это невероятно на самом деле. И, если честно, у меня есть некоторый такой даже когнитивный диссонанс, но, наверное, к жанру в целом. То есть, если мы возьмем обычную синглплеерную игру, она столько не живет. Люди ее прошли за неделю, пусть за месяц даже, а она себя исчерпала. Да, там останутся какие-то, может быть, челленджи, еще что-то и так далее, но это, в принципе, как книга, она прочитана, как фильм, он посмотрен. И, с другой стороны, есть игры, условно, бесконечные, которые живут за счет обновлений. Там сменяются сезоны, там постоянно что-то привозят, отвозят и так далее. То есть, по факту, после года или там двух-трех их существования, ну, потенциально бесконечного, они очень здорово меняются, очень сильно перекручиваются, потому что их, ты знаешь, маленькие гномики по бортам висят и постоянно-постоянно что-то подделывают, держат в актуальном состоянии. Всегда, когда ты делаешь у такой игры срез, там есть что-то свежее. Ты не следил за игрой там пару месяцев, допустим, зашел в нее, ну, не пару, может быть, три, может быть, четыре, может быть, даже те самые полгода, о которых мы сейчас говорим, заходишь в нее, а там, ну, не то чтобы вообще все другое, но там есть куча таких вещей, за которыми тебе надо бежать догонять. В Mortal Kombat такое ощущение, что это только Лига, а сама по себе Лига, если разобраться, это просто обычная бесконечная ранкет-лестница, в которую иногда вбрасывают четыре новых скина и обнуляют результаты. В общем-то, это не сезонный контент, я считаю. Он есть какой-то небольшой, но мы снова упираемся в то, что как будто бы в студии остались только несколько дизайнеров, которые чуть-чуть подкрашивают костюмы и вбрасывают их раз в месяц или два в игру в каких-то достаточно скупых количествах, просто чтобы поддерживать иллюзию жизни. А вот если там сама жизнь, я уже, если честно, очень сильно сомневаюсь. Твое мнение? Да, мне тоже кажется, что обновлять игру на сервис надо гораздо чаще. Но с другой стороны, очень сложно придумать, вот чем игрока удивить. Потому что выкатив Башни, Времени, это был достаточно хороший ход, но вот... Очень. К большому сожалению, немного попортило все само комьюнити, которое начало в первые недели выхода игры жаловаться на очень высокую сложность, на необоснованную сложность, но пошли им навстречу, снизили сложности, и, соответственно, весь челлендж из этих башен пропал. То есть мы без напрягов... Я даже уже эту историю забыл, но да, действительно, Башни Времени, точнее, ну не сами башни, да, а те модификаторы, с которыми приходится иметь дело в этих самых башнях, они прилично задирали сложность, и приходилось как-то, ну, что-то придумывать, назовем это так. И, кстати, сама игра инструменты же предлагала потенциально очень классные. Ну, то есть начнем... Ну, вот с самой классной, мне кажется, фишки МК-11, которая была совершенно безжалостно, на мой взгляд, уничтожена, это система кастомных стилей. Да-да-да, вот это да. То есть чисто в чистой теории вот эти, ну, изначально в девичестве, да, сложные башни, они, ну, в моей, во всяком случае, голове, то есть если я начинаю мыслить как геймдизайнер, вот, должны были проходить следующим образом, я об этом рассказывал. Ты составляешь свой собственный стиль, даже не стиль, а билд персонажа, который взял именно те приемы, которые ему кажутся наиболее подходящими, который собрал вот эти вот камни с модификаторами, который как-то вот персонажа со всех сторон настроил и заточил под прохождение конкретного сложного челленджа. Сделал это. Уперся в стену, что-то пересобрал, что-то вот еще как-то подкрутил, проявил себя своего рода прикольным таким инженером, там, не знаю, дэкбилдером, если угодно, колодостроителем и в конце концов расковырял. Нашел какую-то подходящую тактику, нашел тот самый билд, на котором он может, я не знаю, прорваться вот через вот эти вот этажи с ракетами и замерзающим полом условным. Ну и молодец, почувствует себя молодцом. Но не сложилось сразу на нескольких уровнях. Во-первых, ну прямо скажем, кое-где со сложностью некоторых модификаторов было тупо, потому что накладываясь друг на друга, они делали какую-то жесть. Во-вторых, да, комьюнити заныло и ну не получила шанса в этом разобраться, скажем так. Вот. А в-третьих, вот эта вот вся история с билдами и с камнями, она не взлетела по одной простой причине. Не было создано каких-то достаточных условий для создания собственного стиля. То есть, ну игроки просто не видели в этом смысла, да, то есть вся игра заточена под турнирную составляющую. Вообще, на самом деле могу сказать, что опять-таки, по результатам всего, всех вот этих вот шести месяцев у меня уже есть абсолютно полная уверенность, что МК-11, несмотря на все свои изначальные терзания, метания и желания, уж не знаю, это были желания всей студии или просто какого-то конкретного геймдизайнера, который всех тянул за ручку в одну ему интересную сторону. Но вот не пришло, не взлетело и не добралось до того, до чего хотелось. То есть, Mortal Kombat 11, несмотря ни на что, остался просто файтингом, направленным на турнирную киберспортивную составляющую. И то, что он сейчас собой представляет, это действительно тот же самый условный Mortal Kombat 10, который X, ну, не знаю, добавишь их себе новую циферку. Все налеплено на него сверху богатство, которое могло его прям очень сильно преобразить в создание собственных стилей в первую очередь. Вот. Оно так и осталось какой-то вот смешной такой побрякушкой для каких-то странных людей, которым зачем-то это нужно. И соответственно, вот то комьюнити, которая, ну, которая громкая, которая сплоченная, которая вот те самые, пусть даже не профи-игроки, а игроки, которые вот живут вот вокруг всего вот этого вот профи-сообщества, они действительно правы в том, что они посмотрели на все это и подумали, а зачем нам нужны кастомные стили? На турнирах ими играть нельзя. В башне ими проходить не имеет смысла, потому что башня вот проходит с одной кнопкой, запускаешь, то работай вперед. И то, если тебе нужны какие-то скинчики, а каким профи-игрокам нужны какие-то скинчики, зачем? Поэтому, да, так и осталось ладер, ожидание балансных патчей, нытье на то, что лаутиров не бафают, а гутиры всех жахают, вот это вот и так далее. А какого-то какой-то вот хорошей питательной среды для тех, кого я называю дэкбилдерами, не появилось, потому что они зачем. Мы с тобой играли на кастомных стилях, ну ты, забегая вперед, всегда играешь на кастомных стилях и так далее, но не очень понятно, зачем в них вкладываться, потому что единственное их применение это вот такие закрытые дружеские матчи, да, о, что-то там собралось с Карли, ой, что я собрал с Саб-Зирой, давай померяемся. Но в лигу же с этим не пойдешь, а лига получается какой-то центровой такой стержень, на которой сведены все линии Mortal Kombat 11. Будь ты хоть профи-игроком, будь ты хоть сколько угодно просто коллекционером скинчиков, вы все равно оба в результате припретесь в эту лигу и исключительно на турнирных стилях будете ну друг друга пытаться победить, чтобы получить какой-нибудь там очередной черный Цитрион или зеленого Саб-Зира. Но это грустно на самом деле. Какая-то вот такая история. Вообще, да, есть тут во всем правда. У меня тоже есть идея по поводу того, каким должны были быть башни времени. Ну в первую очередь не надо было в этом моменте идти навстречу комьюнити, понижать сложность, но и даже то, что выкатили изначально было выкачано как-то не сбалансировано, не продумано. Но не допекли, да. Не допекли. И не старались, такое ощущение, что не старались. как мне кажется, должны были быть башни, платформы башен, где дают скин и гир достаточно сложными, в которые так просто без опыта ты не зайдешь и ничего не сделаешь. Максимум это вместо себя бота отправить, ну кому что. Ну вот так все и делать, я так делаю. Провалившиеся две задумки это камешки и модификаторы. И вот буквально с помощью них можно было все исправить. Ну подожди, третья еще ступенечка это как раз ИИ. Мне кажется вот они именно вместе должны были работать, как я рассказывал это раньше. ты можешь не уметь играть, но ты можешь классно составлять билды. И в таком случае ты создал стиль, ты его настроил, ты наполучал вот этих камней, которые не как сейчас плюс 1% какого-нибудь нижнего удара в странной ситуации, которая никогда не произойдет, а действительно бы влияли на рисунок боя. Более тонкие настройки, чем сейчас есть поведение. Не просто агрессивный зонер и что-то там комбящий какой-то, а больше ползунков. В результате ты бы мог делать именно вот такого персонажа, который благодаря твоим стараниям дерется определенным образом и в состоянии пройти те башни, на которые у тебя возможно не хватает рук. То есть это вот могла бы быть такая большая мета-игра внутри Mortal Kombat 11. Что мы получили? Все эти три вещи разбиты на совершенно разные режимы. В результате то, как ты можешь настраивать и отправлять его в бой, ну так он берется там с другими и в целом этот режим мне кажется остался наименее востребованным из всех. То есть он требует больше времени чем должен бы. Он слишком мало дает инструментов и он слишком заходозависимый в том плане, что во всей игре есть там несколько вот этих камней, несколько модификаторов, которые при определенных обстоятельствах дают ну такой достаточно хороший буст. А в остальных случаях в общем-то там примерно 50% на победу и на поражение при любых условиях. Плюс минус. Как повезет. Это не совсем правильно. Соответственно в башне ты отправляешь настроенного с тобой искусственного интеллекта, но в большинстве случаев там можно галочки двигать как угодно. Это мало на что влияет. Они все равно дерутся так, как хотят и ты им никак не можешь помочь. Именно из-за того, что им никак не можешь помочь, как большое бремя ощущается отсматривание результатов. Ты заранее знаешь, что он выиграет. В 99% случаев, если там нигде как-то кардинально не залажал, твой персонаж будет выигрывать во всех матчапах в этих самых башнях времени, потому что сложность у них довольно низкая. За исключением каких-то специально завышенных по сложности эпизодов типа боссов. Но понятно, чтобы как-то ограничить злоупотребление вот этими вещами, они встроили систему защиты. После каждого боя ты должен хотя бы один раз нажать кнопку для того, вечером прийти и все сливки снять. Но в результате ты как-то сидишь напротив экрана и просто ждешь, заранее зная результат, не имея возможности это промотать, как в случае с ИИ-боями и так далее. И это довольно быстро вызывает какое-то ощущение нелюбимой скучной работы, когда надо просто потерпеть, а потом тебя отпустят. И это очень неправильный подход. Ну и самое главное, что я уже говорил, это то, что все три вот этих элемента, тонкая настройка искусственного интеллекта, создание стиля и обвешивание их дополнительными модификаторами вот этими камнями, они живут как будто бы отдельной совершенно жизнью, разбросаны с точки зрения приоритетов по разным режимам и не сходятся во что-то такое, что держало бы игру. Не знаю, мне кажется, это очень классные системы, которые прям здорово бы выстрелили и, не знаю, возможно, даже какие-то новые жанры или поджанры зародили бы, если бы у них был какой-то вот визионер, какой-то, не знаю, специальный геймдизайнер, который отвечает за то, чтобы они развивались, потому что, ну, мне кажется, всем должно было быть понятно в начале разработки, что с первого раза и вот так вот запросто и наотшибись, ты не сделаешь абсолютно идеальную работающую вещь. Тем более, что это какие-то вспомогательные режимы внутри большого и сложного файтинга. И что надо было понимать изначально, что они потребуют ну, тоже какой-то постоянной плановой работы, обновлений, каких-то балансных правок, введения нового там контента, который бы действительно на что-то влиял и был бы заметен, я имею ввиду, и так далее. А по факту мы имеем, что вот как их, когда игра вышла в апреле, вот как их в апреле выкатили, вот в совершенно вот не сыром, а вот таком, скажем, простом виде, так они до сих пор остаются ни разу не затронуты никаким патчем, уж тем более никаким контентным андейтом. Да, время от времени мы получаем какие-то дополнительные штучки для башен времени и сели из серии выпрыгнула Терминатор, потому что мы ввели игру Терминатора, да, и стрельнула с дрожьбаячки, но это вот не тот уровень, не тот контент, который мне бы хотелось. Мне бы хотелось, вот если совсем уж начать мечтать, чтобы вот они игру внутри игры развили до, простите, уже наглость игробильного состояния, когда в нее действительно хочется играть. Когда ты заходишь в Mortal Kombat и думаешь, а вот сегодня я займусь вот такой вот штукой, и занимаешься с увлечением. А то, что мы имеем сейчас, даже ту же самую боевую лигу. То есть, я понимаю, что это опять-таки для профессионалов там сделано, для людей, которые заинтересованы в том, чтобы как бы так сказать-то, сражаться в мете с лучшими и с такими же, как ты, но даже они же ноют и воют. То есть, вот если сейчас положить руку на сердце, а есть ли вообще люди, которым боевая лига не в тягость? Это вопрос. Аллоу. Думаю. Вот оно что. Вот. Я просто очень часто и чем дальше, тем чаще по всевозможным чатам встречаю мнение о том, что лига бесит всех. Она действительно токсичная, она действительно ну какая-то не очень спортивная. Ну то есть, не бывает такого, что не очень спортивная. То есть, в игре нет каких-то обидующих совершенно механик, чтобы там не говорили люди, которые очень часто обижаются на разводы в духе там, постичка бросок и так далее. Вот. Но по факту нет ничего такого, но тем не менее лига ощущается очень токсичным местом, в котором ну в котором поединки происходят не совсем так же, как среди друзей с одной стороны, но и не совсем так, как на турнирах с другой стороны. А это какое-то вот болото приспособления под даже не мету, а под ну какие-то, я не знаю, может быть лаги, может быть сложности и так далее. С одной стороны, это прикольно, а с другой, если честно, очень сильно устаешь. Она бесит. Если начать разбирать это все, наверное, проблема даже не в нефтебегающих скорпионах, не в том, что время от времени как-то очень удобно для противника появляются вот эти вот лаги, на которых ты проигрываешь и так далее. Чаще всего я на реддите вижу претензии уровня слишком тяжело заработать вот эти вот рейтинговые очки и слишком легко их потерять. То есть карабкаться реально вот потно, шибая руки, там, не знаю, ноги, колени в кровь и вот это вот все. Когда ты 10 боев можешь выиграть и поднять чуточку, 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 а потом по какой-нибудь даже странной может быть и не совсем справедливой причине проиграть один бой и откатиться на самое начало. То есть такой сиди в труд. Скажу вот по этому поводу. Ну, как мне кажется, зарабатывание очков в лиге достаточно справедливое. Но есть в лиге вот совершенно другой момент несправедливый о нем чуть позже, потому что на низких рангах ты получаешь в плюс очки даже при проигрыше на самом первом ранге плюс 25 за поражение плюс 50 за победу. Ситуации с неравными условиями для игроков это, конечно, да, дичь редкостная, когда бывали у меня случаи, когда мне за победу дают плюс 10, а за поражение ноль, а чуваку, противнику дают плюс 150, а отказаться я не мог, так я вместо этого боя просто пошел себе бутерброды делать, подарив ему 150 очков, потому что я не был замотивирован выигрывать этот бой, я торопился куда-то по своим делам, а надо было успеть дейлики закрыть. Ну, с другой стороны, так же везло и мне, я тоже часто на чужих вот горбах проезжался, мне давали за людей 150, некоторые из них были сложными, некоторые нет, то есть бывало какой-то не очень хороший игрок, но упорный на высокий ранг поднялся, так получилось, что тебе его преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой, ты его съел, так же где-то в другом месте плачет человек, а ты радуешься, ну и через пару часов поплачешь ты, когда тебя преподнесут кому-то. Вот это вот разные ранги не должны, мне кажется, друг с другом играть, а вполне реально за один сезон доползти до самого полубога получить все скины в лиге. Да, да, это как и в любой другой подобной игре, это вопрос времени. Проблема в лиге в том, что она изначально позиционировалась как сетевой режим, где будут игроки играть с равными, но оно не... Да, да, они даже об этом в ролике говорили, я помню. Да, оно на самом деле таковым не является по большой причине, потому что каждый сезон мы начинаем с нуля и начинают с нуля те, кто дошел до старшего бога и те, кто получил 10 поражений и ноль побед, они все опять начинают в одном месте с одного счета и это не справедливо. Это, кстати, достаточно странное решение, потому что я вот сейчас вспоминаю другие соревновательные игры с вот подобными рейтинговыми режимами, да, и там, ну, обычная история, когда тебя сбрасывает ненамного, то есть, ну, по сути получается, что если ты там отыграл одну лигу, да, один сезон какой-то, то прошла какая-то калибровка и там, не знаю, ну, с условного там десятого уровня тебя там сбросило до пятого, поднимаясь снова на десятый, но не до нулевого, какой смысл тебе тиранить новичков? Вот помимо Mortal Kombat, да, потому что это создает некий лягушатник, когда в самом низу рейтинга вновь прибывшие люди или просто не очень хорошо играющие, блин, черт побери, НРС, такие тоже есть, вынуждены постоянно сталкиваться с огромной вот этой вот толпой там, не знаю, кабанов, антилоп гну, которые с началом каждого сезона начинают ломиться наверх. И ладно бы это там длилось пару дней, но, по сути-то, это, ну, любое участие в лиге, оно достаточно размазанное проходит, то есть там человек в середине может залететь и пойти по головам, по трупам наверх и так далее. Конечно, есть какая-то общая тенденция, да, то есть считается, что если ты не хочешь, чтобы тебя затоптали люди, стремящиеся на турниры, первые несколько дней лиги лучше туда вообще не ходить, а под конец можно опать довольно быстро. Вот, но сама по себе идея о том, зачем заставлять сильных игроков топтать лягушатник, мне непонятно. Вот я тоже хотел сказать, что помимо игры сервиса Mortal Kombat, я еще играю в игру сервис Overwatch, они, ну, на мой взгляд, чем-то похожи, хотя они из разных жанров, там в обоих играх есть пул персонажей, в обоих играх сервисы, открываем скины, постепенно в каждую игру добавляются персонажи, в Overwatch карты, вот Mortal Kombat мы тоже ожидаем две карты, вот слили немножечко информации опять же. и как проходят сезоны там, то есть завершая сезон, начинаем следующий, мы проходим 10 калибровочных матчей и фактически начинаем с тем же рейтингом, с каким мы закончили, то есть там на самом деле я ни разу не сумел понять, как меняется вообще от калибровки, можно калибровку вообще всю выиграть, можно всю проиграть, а по сути ты на том же рейтинге и остаешься очень часто я вообще просто в сезоне прохожу калибровку и не более того, потому что я на самом деле не гонюсь за циферками, там более все серьезно, конечно, в лиге тут тоже люди играют на победу, но вот эта вот разница, когда всех сбрасывают на ноль, ну это совершенно не годится, система наград тоже очень неправильная, мне кажется. А в Mortal Kombat? В Mortal Kombat загнали как бы казуалов, не гонящихся за циферками, а гонящихся за скинами биться с теми, кто гонится за циферками. Да, а потому что не смогли придумать, как именно мотивировать скилловых игроков, хотя вот на мой взгляд им в большинстве своем мотивация особенно не нужна, то есть я там посматриваю иногда некоторых стримеров. Вот есть одна мотивация теоретическая, вот тоже обращали внимание нам в каждом сезоне за повышение ранга нашу вот профильную рамочку как-то украшают определенным образом. Ну это титулы. Да, это титул. Но самое интересное, что если я в последний день сезона дошел до какого-то солидного ранга, а сезон завтра заканчивается, то есть я буквально несколько часов могу походить с этой наградой и получается то, что я дошел до определенного ранга уже через пару часов совершенно не имеет никакой ценности. Вся эта вещь, вот эти вот награды, они должны как-то, не знаю, ординами, какими-то звездочками на рамке, то есть... Ну по-хорошему это и есть, просто... Оно пропадает, оно должно оставаться. Как-то оно не работает. Оно для людей, гонящихся за циферками и рангами, должно как-то перманентно оставаться, то есть, когда человек... Ну погоди, погоди, давай рассмотрим, я вот здесь не совсем уверен, в том, что ты говоришь. Смотри, каждая лига имеет какую-то определенную тематику, то есть там первая лига была, допустим, сезоном крови, да, там сейчас идет сезон колдовства и так далее. В каждой из них ты со временем поднимаясь в ранге зарабатываешь рамочки для комбат-карты вот этой вот своей. И я, кстати, на это несколько месяцев не обращал внимания, сейчас я точно знаю, что сама рамочка зависит от того, насколько высоко ты в этом самом ранге поднялся. И это очень наглядно, хоть забавно, но не все об этом знают, видно, потому что их сколько там, допустим, пять, ну, допустим, пять их штук, да, и ты, начиная с низкого ранга, зарабатываешь рамку все более богатую. То есть поначалу у тебя там просто немножечко проливается кровь, потом ты уже видишь какой-то сюжет, появляются дополнительно инкрустированные элементы, в общем, история примерно такая же, как с рамками в Гвинте, сезонными, ну, и во множестве других подобных игр и так далее. И в этом смысле, когда какой-то там, не знаю, заслуживший это право игрок щеголяет рамкой для комбат-карты какого-то вот такого заметного высокого уровня, ты понимаешь, что, ну, он в том сезоне полубога взял, он какой-то молодец-то оказывается. Я его теперь вдвойне больше боюсь. Вот. Другое дело, что я, если честно, не особенно замечал, чтобы этим пользовались и чтобы это вообще ну, было каким-то предметом для коллекционирования. Ну, ты не замечал, потому что рамки пропадают с концом сезона. Все вот эти рамочки, они просто исчезают. Я возьму, например, в конце пятого сезона самые последние два часа сезона ранг полубога, у меня появится рамочка, закончится сезон, рамочка просто исчезнет. Я не смогу ее не настраивать, я ее не смогу поставить. Никто не будет видеть, насколько я крутой игрок, но как высоко я зашел. Она просто исчезнет, то есть все это опять же сбросится на ноль, потеряется. В этом тоже нет смысла. Надо было разделить награды, то есть надо было оставлять какие-то перманентные знаки отличия для киберкатлеты, любителей высоких цифр. Это определенная мотивация, то есть встречаем в сети игрока, у кого есть знаки отличия о высоких рангах, мы начинаем его уважать. Поднимаем чувство собственной важности. А ежели мы косвалы и коллекционеры, то нам больше важны скины, гир, бруталь. Ну то есть все то, что ты рассказываешь, это в принципе есть в других играх. Это не какое-то тайное знание, это не мы придумали и так далее. То есть здесь не совсем понятно, почему хорошее не стоило взять да и скопировать, в общем-то. потому что не бог весть какую замену придумали. Это вот ну часто так бывает, что какие-то разработчики может быть очень хотят пойти в каком-то направлении, но очень не хотят кого-то копировать. Но это так не работает, надо впитывать опыт. Когда я размышлял о том, как в Mortal Kombat что мне там нравится, что не нравится с точки зрения ну вот этой вот постоянной, да, и же вечерней игры, я пришел к тому, что ты знаешь, а это же очень на самом деле плохо, что нет альтернативы. То есть в принципе вся сезонная активность по-хорошему сводится именно к лиге. Но лига, она сделана ну как аналог рейтинговой игры, это именно рейтинговый ладер, который отсекает в общем-то людей, ну которые не проще бы играть тоже каждый день, но может быть не настолько жестко, не настолько себя насиловать и ну не настолько расстраиваться от игры. Конечно, я не себя сейчас имею ввиду каких-то не скилловых игроков, ха-ха-шутка, но тем не менее, то есть я там допустим вспоминаю Гвинт и другие какие-то игры и понимаю, что ну а почему бы нет, то есть как делается в других играх. Есть именно рейтинговая игра, которая как ты говоришь действительно ставит вот эти вот высокие скилловые цели, является максимально заточенным на победу ПВП и дает ну действительно соответствующие награды, например, те же самые титулы, то есть человеку-коллекционеру, фанищемуся и так далее, ему там какой-нибудь титул, там титул я не знаю Соник Фокс убийца или там Супер Про и так далее и прочее не то чтобы особенно нужен, но он их уважает, да, а есть в то же время какие-то сезонные фановые вещи, в которые кстати те же самые Про особенно ходить не будут, потому что в них ну нет большого смысла туда там ходить за богатыми косметическими наградами, там раз уж я с Гвинтом сравниваю, это там будут там не знаю рубашки карт, да, какие-то там аватарочки, вот эти вот вещи, которые можно коллекционировать, за которыми можно гоняться, вот, и чем собственно вот такие сезонные вещи отличаются, там просто какая-то прикольная тематическая движуха, то есть может быть не так важна победа, сколько ну важно какое-то участие и самое главное постоянное сезонное обновление, мы с тобой когда беседовали в чате, я вот буквально с полпинка накидал несколько возможных тем, которые ну могли бы зайти, они не обязаны быть супер сбалансированы, они не обязаны быть какими-то ну не знаю прям отдельными играми в играх, просто сезонные какие-то задания, просто какие-то сезонные мутаторы в духе там я не знаю мы немножечко меняем правила и попробуйте к этому приспособиться туда же можно кидать ой да и ботов и все на свете то есть грубо говоря делать какой-то такой небольшой может быть даже сингл или соревновательные игры с измененными правилами сразу дающими понять что это по фану из самого близкого Mortal Kombat что приходит на ум это вот та самая стаэтажная башня в МК-9 ее все проходили потому что она была прикольная и потому что в конце давали самый крутой скин Мелина ну ты помнишь наверное вот и там на базе Mortal Kombat и на базе всего того что можно делать в Mortal Kombat было целых гребаных 100 этажей прикольной развлекухи абсолютно глупой там не знаю отшвыряние граната в ведро до чего угодно да конечно сделать 100 сезонов вот на этом материале это прикольная история но не такая уж обязательная то есть ты можешь сделать просто сезон в котором убивает первый же бросок например звучит совершенно дико но это прикольная история потому что она влияет на твою тактику да ты начинаешь думать каким персонажем каким стилем такие челленджи лучше выполнять как именно нужно менять свой план на бой как на это лучше разводить ты начинаешь даже собственную защиту перестраивать исходя из того что тебе не так может быть жалко пропустить комбу но очень там жалко пропустить бросок и так далее это просто один базовый пример да кто-то скажет что это глупо там и надо идти разбивать друг другу лица в ладере но это прикольная альтернатива это то что они хотели сделать на мой взгляд при введении вот этих своих модификаторов да когда там то ракеты прилетают то тебя замораживает и та история на самом деле с прилетающими ракетами из заморозка она тоже об этом но как бы так сказать ты там всегда пострадавшая сторона это расстраивает это преодоление это для сингла но не для сражений с людьми а в этом случае как бы я себя вел да я бы ставил себе какие-то цели на рейтингу ну на лигу на рейтинговый сезон что ну вот ну здорово я там допустим мой потолок полубог я до него там в этом сезоне поколупаюсь или не стану колупаться в зависимости от того ну как я себя чувствую хочу не хочу то есть я повторюсь как и в любом ранге в Mortal Kombat 11 в принципе ну если не до самого верха то почти там до самого верха до до самой верхней награды назовем это так до того же самого пресловутого полугода полубога можно добраться ну просто жопой то есть сидя на ней крепко-крепко никуда не уходя и tryhard стараться-стараться-стараться потому что динамика у тебя все равно будет положительная даже если ты не супер какой-то пупер игрок если ты нормальный игрок то просто выдерживая положительную динамику за сезон ты рано или поздно доползешь просто тебе надо сыграть очень много игр прям непозволительно много игр вот но просто ну не каждому есть такое вот такое желание да и возможность в общем-то это очень много времени вот и из-за этого очень много психов успею, не успею ой, я опять скатился на минус 150 при том, что это всего лишь за один бой а карабкался туда я не знаю 20 боев может быть и так далее это вот такие вот качели это тилт ну рождающий фрустрацию вот но в то же время ты помимо этого ставишь себе какие-то цели на фановый сезон где у тебя накануне ничего особенно не стоит где ты хочешь ну просто заработать то и это не встречаясь с настолько серьезным сопротивлением и с настолько серьезным тилтом понимаешь и возможно это бы решила часть проблем но это снова работа это какие-то люди которые должны сидеть и делать контент за пределами вот этой вот их уже очевидной мне кажется стратегии просто подкрашивания чего-то и вбрасывания этого в игру ну в обычные вот эти жернова да то есть что такое сезон по-хорошему там вот сейчас для обычного игрока для коллекционера это не соревнования в принципе с точки зрения соревнования эти люди для себя все решили это именно 3-4 новых скина которые они могут получить по сути занимаясь ежедневной работой то есть я тоже в этих жерновах как раз побывал и вот сейчас я пропускаю уже по-моему второй сезон подряд и у меня вот прям ощущение свободы какой-то внутри я все еще люблю мартал комбат мне все еще приятно в него играть с друзьями хотя мы еще там резко собираемся и так далее но отказавшись от вот этих вот ежедневных каких-то полурабских походов крестовых за тремя скинами которыми я даже не буду играть я не знаю выиграл наверное себе частичку счастья но с другой стороны я почти перестал играть в мартал комбат 11 и не решил еще пока для себя хорошо это или плохо то есть ну я рассказываю там сам себе что мне не нравятся гостевые персонажи что нормальные персонажи там Шансунг Найтвулф уже кончились начались какие-то терминаторы самое время от игры отдохнуть это все так вот но по факту я полгода занимался тем что ну как и в любой другой сервисе выцарапывал основные все награды то есть жил дышал за всем следил ну и как-то постоянно оставался в контексте стоило выпасть из этого круга немножечко передохнуть и взглянуть на происходящее со стороны вот это вот колесо ну не знаю как-то обрело смысл знаешь как-то отойти чуть-чуть с расстояния выдохнуть и посмотреть а как это все выглядит выглядит это именно так ты бьешься за награды которые тебе по сути не нужны в той мясорубке которая тебе по сути не нравится я сейчас не хочу оскорбить mortal kombat я хочу сказать о том что это как раз происходит из-за недостачи контента из-за того что тот самый вот скелет пресловутый о котором я говорил мясом так и не оброс что много классных направлений в мк 11 открыто но игра все равно пошла по магистральному то есть быть просто файтингом с рейтинговой таблицей ну да по сути так и есть надо было заявляя о себе как об игре сервисе возможно взять консультации у разработчиков настоящих игр сервисов и перенять какой то опыт но я не уверен что они прям заявляли они как раз делали все очень не сторонно они все таки заявляли заявляли были у них такие заявления что мы хотим быть игрой сервисом с долгой поддержкой контентом с долгой поддержкой да они же они говорили о том что и разработка очень дорогая одна долгая поддержка контентом еще не является автоматически не делают игру игрой сервисом все таки игра сервис она должна развлекать по разному в разный временной промежуток каждый раз она должна развлекать чем то новым это правильно то те события о которых ты говорил я бы не стал их связывать именно с лигой что в каждом сезоне да безусловно я поэтому и говорю есть лига есть сезон да да нет есть еще в играх сервисах такие вещи как эвенты у нас вот есть эвенты в крипте но я знаете сходить в крипту и забрать какую-то штуку это сомнительный эвент эвент который проходится за 10 секунд мне кажется не имеет эвенты да хорошо ты вспомнил из mortal kombat 9 башенку вот эту вот с модификаторами мне кажется вот выкатить какую-нибудь подобную башенку на недельку раз в месяц вот это эвент а лига она все таки да ну лига не эвент пусть за звездочки борются те кто любит циферки хотя тут тоже какой-нибудь кастомайз награду надо но не красная китана там не серый сабзира это потому что ну не знаю вообще во многом было очень странным решением сделать синюю джейд какую-то там белого скорпиона если уж хотели раскрасить их то могли бы раскрашивать в оттенке их родных цветов ну да но это вопрос ничего радикального делать не надо потому что когда человек выигравший красную китану очень гордится красной китаной все равно смотрится нелепо но не играет красная китана нет и он и играет и она как-то выглядит все это по-идиорски вот он же старался за ней как бы он хочет похвастаться но по идее красная китана это туфта какая-то то есть мы получаем полную туфту в награду и хвастаемся и хотя понимаем что это туфта это нехорошо ну я до конца здесь с тобой согласиться наверное не могу потому что ну мы с тобой уже как-то да и не раз разговаривали о том что ну каноничные цвета и не каноничные цвета это вот в разных головах может быть как большой проблемой так и в общем-то совершенно не проблемой вот но наверное не суть вообще я на самом деле очень не хочу чтобы это как-то звучало как будто вот мы тут ноем и недовольны то есть надо наверное сейчас остановиться и ну громко сказать что игра хорошая нам нравится мы полгода мы полгода в нее рубимся и это очень дорогого стоит потому что ну в какую игру можно рубить полгода еще полгода как минимум да 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 вот но именно тема всего этого разговора она вот такова какой она могла бы быть как она могла бы быть лучше да насколько лучше могло бы быть и насколько сбылись или не сбылись наши какие-то ожидания то есть давай раз уж мы на эту тему начали говорить чтобы мы вокруг лиги постоянно не топтались хотя тут еще очень много всего можно рассказать о том как можно было бы расцветить были идеи о том как все-таки башни времени какими они должны были бы быть как продлить скажем так их жизненный цикл сделать их интересные вот я а во все чем ты предложил решение с кастомизациями бота обилками я потом этой темы коснусь мне кажется это все-таки не очень относится именно к башням также коснусь идеи вот такой как когда за нас все делает компьютер идея у меня следующая во-первых очень много в башнях падает нам модификаторов которые мы сами можем пользоваться у каждого из нас просто валяются миллиардами тоннами которыми мы действительно совершенно не пользуемся пользуемся только в крайних случаях когда там каком-то боссу там в башнях надавали слишком много модификаций или нам просто ну совершенно неохота запариваться причем они на самом деле же тоже не какие-то ситуативно зависимые их просто много их количество полностью их обесценивает вообще просто полностью по идее изначально сложность должна была быть достаточно приличная в башнях где мы зарабатываем какой-то кастомайз и что-то действительно ценное меньшая сложность должна была быть в башнях где мы зарабатываем исключительно модификаторы модификаторы не должны были падать в таких огромных количествах мы должны были зарабатывать модификаторы и с этими заработанными модификаторами которые должны как бы быть ценностью лезть в башни то есть ты хочешь в сложные башни где нам действительно дают какую-то хорошую награду при этом ежели мы подожди ты хочешь сказать что изначально в некой голове которая все это придумала была модель экономики там нету модели и поступательного вот этого развития я считаю что должна была быть для того чтобы заработать себе возможность сходить вон туда и там победить я согласен и когда они обесценили сложность башен они по сути эту самую экономику ну послали нафиг потому что мы еще не знаем какой она на самом деле была бы потому что мне кажется надо было отделить платформы в одной мы зарабатываем исключительно модификаторы и зарабатывать их нам тоже приходится в не таких космических количествах но мы не сильно напрягаемся но стараемся зарабатывать с этими модификаторами мы идем куда-то где нам придется попытать и нам эти модификаторы очень помогут однако ежели мы имеем руки очень прямые мы можем позволить себе ходить в сложные башни и без модификаторов но по сути это и случилось башни в которых можно заработать модификаторы абсолютно получаются невостребованными сейчас то есть я понимаю о чем ты говоришь это самая модель когда тебе нужна башен в которых стоило бы ценились бы эти модификаторы модификаторы вообще ничего не стоят ну таги например и так далее но иногда попадает такое что у меня бот три раза подряд не может выиграть тогда я ему ставлю беспроигрышную комбинацию хотя можно дать вообще все что угодно и он в этот момент пролетает и по поводу ботов вот есть такие жетоны пропуска боя да надо было сделать жетон искусственного интеллекта чтобы мы не сидели за нас не делали работу на самом деле да да надо было их тоже по жетонам по определенным ну не может даже допустим какой-то про игрок ну хотя нет про игрок может ну средний игрок не в состоянии даже с модификатором что-то сделать тогда вот он уже тратит жетон искусственного интеллекта ему уже ставят поверх модификатор и тогда он искусственный интеллект ему что-то дозарабатывает ну вот у меня складывается ощущение такое как будто изначально был некий план некий смысл и то ли что-то пошло не так то ли просто кончились ресурсы и на все вот эти вот пути развития просто забили на самом деле НРС они любят так делать и это вот по такой функции как так режим видно да то есть нам что-то довольно давно уже сказали что вот этого совместного тег режима в Mortal Kombat 11 не будет потому что у него была низкая востребованность в предыдущей игре и с одной стороны это абсолютно справедливо звучит вроде бы да а с другой стороны ну вот ставить это в такую зависимость так вы сделаете так чтобы в него больше играли сделаете интересно я не знаю а то это напоминает некоторую такую знаешь ситуацию я обиделась то есть окей мы вам тут придумали режим с и боями а вы не пользуетесь ну мы и не будем развивать я не согласен что у него была низкая востребованность знаете почему это это по их заявлениям так-то конечно мы не проверим нет это ерунда потому что в сетевой игре он да конечно был низко востребован а когда допустим ты и твой младший брат хотите побить вместе я могу сколько угодно вместе ботов они друг друга потому что младший брат играет хуже и начинает реветь когда проигрывает а вы вместе начинаете проходить лестницу это совершенно другой экспириенс он проходит а я думаю это не учитывал собственно не пишет а флайм я думаю не учитывался потому что вот именно что они скорее всего не собирают весь этот так это игрался не друг против друга а мы с тобой играем против чего-то мы играем в одной команде и поэтому он не учитывался и совершенно глупо потому что когда я приносил плейстейшн на какие-то пати да и я умудрялся там раздобыть еще пару юсб джойстиков у меня собирались люди и играли 4 на 4 а когда ко мне приходили мои друзья они конечно знали что я играю лучше не мне было интересно играть против меня мы играли вместе против компьютера и все это конечно не учитывалось потому что Mortal Kombat 9 это игра которая условно вернула Mortal Kombat на какой-то турнирный пьедестал и в первую очередь все сетевые вот турнирные моменты на них был больше акцент и Незерел мне кажется неправильно оценила всю эту ситуацию обидно очень что тага режим он в игре по сути есть и он реально есть но вот почему мне допустим с моим младшим братом нельзя проходить о какую-то аркадную лестницу и просто фаниться мы бьем первую пару ботов вторую пару ботов так 10 пар ботов при этом заметь есть танцы бьем кронику и далее по кругу а при этом есть так башня то есть вот эти вот ассис тауэр да 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 все это есть такое ощущение что изначально задумано для того чтобы проходить их вдвоем но в какой-то момент это дело рубанули у нас также есть так боссы да вот эти вот кооперативные боссы которые ну очень редко все таки к сожалению на мой взгляд чрезмерно редко менялись они позже с введением рейдов это попытались поправить но припарк такая себе оказалась вот это же одна из самых увлекательных частей игры на самом-то деле и это та самая часть игры в которой происходит то о чем я вот тебе чуть раньше говорил когда приходится подбирать тактику то есть не просто хорошо играть а хорошо играть таким образом который ведет к победе который ты специально придумал обсудил со своим партнером безусловно это можно вот прям вот в несколько на несколько порядков улучшить да там введя какие-нибудь дополнительные штуки те же самые модификаторы там которые тоже можно с собой брать и противопоставлять и так далее но это надо опять-таки над всем этим надо работать это надо тестировать это надо заводить хотя бы одного геймдизайнера отдельного желательно какую-то команду которая это делает и так далее можно вот эти вот так баталии когда мы с тобой против кого-то в одной комнате не в онлайне ну хотя можно даже и по онлайну то есть мы вместе бьем кого-то это все можно не пихать в башни времени Это можно запихать как в классические башни И мы просто Просто имеем этот инструмент Его можно запихать очень много Это даже не надо балансировать Можно просто сделать Если игра не позволяет Допустим 4 персонажей иметь А позволяет в игре Только 3 Потому что пока не было оснований думать Что она имеет 4 Даже когда модификатор подмоги Стоит у противника Ты не можешь вызывать Своих каких-то ботов на подмогу Это косвенно дает понять Что возможно игра подгружает Только 3 персонажей Да даже если таким образом Игра подгрузила моего персонажа Игра подгрузила персонажа моего товарища И игра подгрузила нашего противника У которого будет может в 2 Может в 3, может в 4 раза больше жизни И мы его просто бьем Потом бьем следующего И так проходим башню Мы собственно этим занимаемся в башнях босов Нет, ну Так башни в башнях времени Это прям событие Так башни такого нет Да, 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 об этом и речь Бывает так, что мы его бьем За 5 минут Бывает так, что мы его бьем за 2 часа Да и больше даже У меня были случаи Когда у этого кабала с Юрами С тремя били Вообще несколько часов подряд Это было капец как увлекательно На самом деле Это все крайне непредсказуемо А ежели мы хотим Вот просто не запариваясь Ни за что Просто играть Там у нас есть Энное время Мы играем не выбивая Какой-то кастомайс А просто мы Мы играем Потому что мы играем Почему бы не дать просто Такой режим Не надо ничего За него запариваться Не балансировать Ничего Вот вам 2 игрока Вот вам противники И все радует Ну и я как большой поклонник кооператива Собственно Всеми руками всегда за То есть у меня Одни из лучших воспоминаний О фейтингах вообще Это наши большие зарубы В Деотролайф По тем временам Еще аж четвертый Когда у нас действительно Была такая хорошая компания И в ней там один человек Играл вот прям намного лучше других И у нас действительно Очень часто все сводилось к тому Что парами вот так вот Набрасывались на него В попытке там его Победить босса И вот эти вещи Это было все очень здорово И фаново И я соглашусь с тем Что создается впечатление Что у НРС Все сделано Все есть И либо у них Какая-то неожиданная Совершенно техническая сложность Возникла непреодолимая Или они придерживают Введение так режима Как какой-то Я не знаю Там Супер финиширующий прием Для быстрого Мгновенного поднятия Ну я не знаю Вряд ли популярности игры Ну лояльности комьюнити Назовем это так Чтобы вот хопа так Ввели и все снова успокоились Ну вот Но это какие-то странные Теории заговора И если честно Тоже мы добавляем Вот так режим Вот в эту вот копилочку Как легко Быстро и дешево Сделать Ну много лучше То есть я возможно Теории телодвижения И за полгода Что уже можно Наверное Вот прям с уверенностью Теории Что видимо этих телодвижений Уже и не будет И мне это не нравится Потому что В целом Есть у меня уже Почти уверенность Даже в том Что Как бы так сказать Все цели И все Потенциалы Которые Перед МК-11 Ставились Ну на момент релиза В нем Изначально уже реализованы А все что Разработчики хотели бы Еще добавить И сделать И увидеть Они приберегают Ну на условной МК-12 Или там Injustice 3 Иными словами Получается Что мы имеем дело Все с той же самой схемой Да Когда выходит игра А чтобы ее улучшить Надо ждать Следующую игру И это снова Отрицает Понятие сервиса Когда одна игра Живет годами И Все заявления О поддержке Вот этой вот Трехлетней Mortal Kombat 11 Можно По хорошему Наверное Свести к тому Что Ну да Три года Будут лиги Можно даже посчитать Сколько именно Риколоров Скинов Для этого потребуется Но реколоры Скинов И придумывание Нового слова Для описывания Тематики лиги Лига крови Лига колдовства Лига кота Вот это Лига грифона Вот это вот все Ну можно и посчитать И это не бог весть Какие трудозатраты У меня вообще В целом В принципе Есть ощущение Вот такое Гаденькое Знаешь Не основанное На каком-то Долгом анализе Что они уже В принципе Основным костяком Команды Давно делали Другую игру А МК-11 Вот поддерживается Там двумя коллегами И одним дизайнером Сейчас Стало модно Делать большие Обновления Играм-сервисом Ситуация С Fortnite Была Вообще шикарная Я никогда Не играл в эту игру Но то Что произошло С Fortnite Даже меня Заинтересовало Анонс Overwatch 2 Опять же То есть Когда Overwatch 1 Превратится В Overwatch 2 Но при этом Не будет выпущена Новая игра Просто Кардинально Изменится Основная Не совсем Там будет Наконец-то Появится Адекватная PvE Компания И PvE Режимы Но при этом Обладатели Вот всех PvP Функции Они сохранят За собой Плюс им Бесплатно Подтянут графон Ну вообще С играми Идея По поводу Mortal Kombat Мне кажется Мне хочется Чтобы так было Что через какое-то время Mortal Kombat 11 Развился до Mortal Kombat 12 Я очень не хочу Чтобы выпускали Mortal Kombat 12 Я очень не хочу Отдельную 12-ю часть Да Ну чтобы это была Прямо кардинально Новая игра Я не хочу опять Переучиваться Мне очень не нравится Все это Мне понравилось В Anjustice 2 Что персонажи Перекочевавшие Из первой части Они сохранили свой мувсет То есть я знал Условного Бэтмена Немножечко И я Сев в The Anjustice 2 Мне не пришлось Переучиваться Потому что Условного Саб-Зира Ты не слушаешь Условный Саб-Зира Каждый раз Мы его перевучиваем Заново Мы его Ну это да Мы его каждую часть Переучиваем Это капитально плохо Потому что Зная допустим Хаурангой с Текеном Каждую часть можем Ну короче да Ты к Текену сейчас приведешь Я понял к чему Это ненормально Ну не должно быть так Это уже Мы уже не можем Столько учиться Мы уже Школы, институты Работы Господи Да зачем нам все это Это столько Старенькие стали Да И поэтому Очень хотелось бы Что если даже Они назовут игру Mortal Kombat 12 И сохранят весь контент Mortal Kombat 11 В неизмененном виде А добавят в него Примерно столько же сверху Либо путем обновлений И каких-то глобальных Которые в оконцове Превратят эту игру В Mortal Kombat 12 Либо отдельным Тайтлом Повыпускают Три года Дополнений Для Mortal Kombat 11 Потом уйдут в подполье И потом Выкатят Бабах Mortal Kombat 12 Где будет все Что было в предыдущем Плюс столько же Но лучше было бы Но лучше было бы Чтобы оно постепенно Эволюционировало Нам Докидывали Контента Но тут с тобой Много людей Видишь Не согласится И по своему Будут правы Потому что И все остальные разработчики И все остальные разработчики То есть явно была Какая-то Разнарядочка На этот счет Что они Принципиально делают Каждый раз Новую игру Которая ощущается Празднов С точки зрения Темпа С точки зрения Всего Именно поэтому МК 11 Отличается от МК 10 Настолько во многом То есть не просто Перетасованный персонаж Не просто Улучшенная графика Как собственно говоря В том же таке Необычно делается А кардинально Изменен даже Ритм игры Да То есть там Кто-то говорит Что он стал быстрее Кто-то говорил Что он стал медленнее Прессинг сменился На что-то похожее На Футсис И вот это вот все Это вот прям Ну по-другому ощущается То есть Другая фреймдата Да Ты вот абсолютно прав Говоря о том Что заново надо учиться Я с тобой согласен Да Мы уже старые люди С работами Домашними обязанностями Которым уже Ну просто нет времени Заново С нуля Разбираться В какой-то Совершенно новой игре Вот С другой стороны Что я хотел сказать Ну ведь Инжастис же Они же Первая часть Перекочевали же Персонажи Из первой части В неизмененном виде Вот по Инжастису У них нет такой идеологии Но я могу здесь предположить Ну может они все-таки Дикое такое предположение Поменяют идеологию Хочется На это надеяться Хочется Надеяться на то Что нам не придется То что мы выучили Учить заново А то как Приходишь из школы В институт Забудьте все Что вы учили в школе Приходишь с института На работу Забудьте все Что вы учили в институте Зачем мы вообще Зачем мы вообще Учимся Вот Я в общем могу сделать Такое дикое предположение О том что Mortal Kombat У них для души И они вот Каждый раз делают Новую игру И прям вот Наслаждаются Ею А Инжастис Это Красивая Здоровская Отработка лицензии На которые Можно чуть-чуть Сэкономить Но это Не выражение Официальной позиции Да Это просто такие Смешиночки Вот А насчет Плавного Вот этого Перехода Мягкого Есть хороший Прецедент И можно даже Чуть-чуть Наверное Надеяться на то Что таким образом Они тестировали Ну Свою будущую схему Если ты знаешь Такую игру Mortal Kombat Mobile Вот То Собственно С ней Это и произошло То есть Я играл в Mortal Kombat Mobile Какое-то время Он даже Неплох Не могу сказать Что прям сильно хорош Но он такая В общем-то Для телефонов Нормальная игра В тематике Mortal Kombat И по инжестисам Такое было И так далее Но суть не в этом Суть в том Что он был Mortal Kombat X Mobile То есть Это была десятка С дизайном Десятки С какими-то Узнаваемыми фишечками Десятка И так далее То есть Не то чтобы Компаньон Десятой части Но такой Небольшой паразитик И незадолго До выпуска Mortal Kombat 11 Они как раз Организовали Мягкий переход Они не стали Выпускать Mortal Kombat 11 Mobile Они Они полностью Перелопатили Десятую игру И Предыдущую Основную Свою Сохранив Весь прогресс Людей То есть Люди Все это время Персонажи получали Скины Какие-то Карты Качали И так далее Вот И они Они в какой-то Сказали В мою учетку Что Мортал Комбат 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 Будет Псу под хвост Комбат 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 Потому что Когда я пробовал Играть с ними В сети Плакал я И мне не очень Жалко Будет Когда плачут Они Теперь их очередь Да То есть Как в Харстоуне Вот эти Вот Отработанные Карты Которые Остаются Позади И уходят В этот Специальный Режим Так в принципе Целые Механики Могут быть Но это Мы сейчас О какой-то Огромной Метаигре Говорим Уже И так далее Уже Я не знаю Это уже На крайней Фантастике Все Я еще Пока мы Рассуждали Вспомнил В башнях Времени Есть такая Штука Перчатка Шикарная Совершенно Идиотский Перевод Изначально Гаунтлет Да Гаунтлет Это же Я понимаю Это сложное Испытание Да Что гаунтлет Это как бы Испытание И так же Имеется перевод Слово Перчатка Но Ладно Перчатка Так перчатка Так вот Несколько могу Привести Это перчатка На самом деле Частично Похожа На вот То что Было В девятой части Вот та башня С испытанием Да Безусловно Это прям прямое продолжение Развития этих идей И просто немножко не туда На самом деле Она очень хороша Очень плохо что Не завозят новых перчаток Я прошел Да И вот все И могли бы Создавая вот эти Временные ивенты Вот те вещи О чем ты говорил Подвозить какие-то Новые перчатки Или новые испытания Там Башни перчаток Ну Что-то Сверху докидывать Какие-то Я очень этого ждал То есть Серьезно Как тебе сказать Я даже почти уверен Что это все планировалось На стадии Дисдоков И всего прочего Потому что Ну очень уж похоже Что на это все сделано Потому что Как можно поддерживать МК-11 Годами Действительно Годами По сервисной модели Здорово И правильно Наращивать И укрупнять Классные вещи Пусть за деньги Вообще не вопрос Я гораздо С большим удовольствием Отдам эти несчастные 500 рублей Не за гребанного Шансунга И уж тем более Не за три костюма Да Но Если они Начнут Новый сюжет Или Сделают Дополнительные главы Для вот этого Вот сюжета Уже показанного Из серии Что было с персонажами Ну вот ввели они Шансунга Ввели они Найтфул В трех строчек Мало Чтобы описать Как они То Как они его Вписали сюда Понимаешь А ведь он уже вписан Опять так Я знаю НРС Они вводя персонажей И так далее Они все это прописывают В канон и в Библию Просто не рассказывают Или рассказывают Буквально двумя строчками Эпилога Но Я бы с удовольствием Отдал эти самые несчастные 500 рублей За Ну пусть Маленькую Но целую главу Которая добавится Мне В прохождение сюжета Того же самого Шансунга Те же самые мысли В принципе за год За два года Можно собрать Сюжетного Вот этого вот контента Ну сопоставимого По времени Или хотя бы там В половину от времени Которая занимает Основной сюжет И это На самом деле Не такая дикая затея Потому что Ну а почему нет Ты посмотри Как построен Весь этот сюжет Как построены там главы Туда можно встраивать До бесконечности Там даже Сама по себе Сценарная концепция Такова Что в принципе Можно генерировать Бесконечный контент Со всеми этими Очередными Миньонами кроники И временными петлями Дальше Перчатка Добавлять уровни В перчатку Чисто теоретически Абсолютно Ничего не стоит Ну то есть Безусловно Это стоит Там времени Программистов Геймдизайнеров Обычных дизайнеров Всего этого Но Если мы говорим Об условно Платном контенте А почему бы нет Делайте это Для тех Кто купил Боевой набор Я сам первый Куплю боевой набор Если он будет Добавлять В игру Не джокеров Со спаумами А вот такие вещи Берем Крипту Под Какие-то Сезонные обновления Да вот Недавно был Например Хэллоуин Ты заметил Что в Мортал Комбате Был Хэллоуин Что Тебе попытались Продать три костюма Серьезно Это ивент Берем И в крипте На время Или навсегда Открываем Дополнительную область Небольшую Но в ней Одна-две Дополнительные головоломки А ведь в крипте Как ты помнишь Были головоломки Очень слабые На самом деле Да не важно Понимаешь Это та штука Которая тебя занимает Которая Разбавляет Монотонность Того Чем ты занимаешься В игре То есть Если ты пойдешь В какие-нибудь Сезонные ивенты Там не знаю Хардстоуна Гвинта Овервотча Любой Сервисной игры Там тоже Не то чтобы Тебе дают Прям дофига Как новую игру И там не знаю Ну Не Red Dead Redemption Но Тебе везде Понемножечку Порциями Выкатывают Что-то такое Что ты не хочешь пропустить Отчасти Для чего Еще такие вещи нужны Для того Чтобы игроки возвращались Устал Запухался Упал в дровосек Вот как я сейчас Пропуская вторую лигу Подряд А тут Хоба Оказывается Что-то там В крипте Новая появилась Смотри-ка А здесь вот Временный вот такой Вот ивент есть Главка новая Сюжетная И так далее Дай-ка посмотрю И все Я снова в игре Втянулся То есть я не говорю Что это 100% работает на всех Но Это для этого и делается Укрепить лояльность Лояльных игроков Укрепить лояльных Сомневающихся игроков И дать хороший шанс И дать хороший шанс И себе В первую очередь Как по востребованной игре И тем игрокам Которые Еще может быть Не окончательно С игрой порвали Но уже как-то редко заходят Уже что-то как-то вот На пути выхода из нее Назовем это так Это так работает Это эти вещи За этим и нужны И точно так же Мы можем пройтись По всем Основным пунктам Где-то что-то укрупнить Где-то что-то улучшить Как те режимы Которые сейчас С мертвым грузом висят Где-то что-то внести Но это должны быть Новые способы играть И получать удовольствие Понимаешь? А Еще один реколор скинов Это не тянет На новый способ играть Получать удовольствие Они держат Для того Чтобы люди заходили в лигу Ну то есть я не знаю Вот возьмем мы Десять там Каких-нибудь наших С тобой знакомых Из чата например Или двадцать Или там сто И спросим их А продолжали ли бы они Так же заходить в лигу Если бы там Не давали скины Я думаю Я думаю Больше половины отсеется Потому что люди Все-таки В сервисах Играх Играют ради морковки Эта морковка Может быть им не нужна Это просто пиксели На экране 80% тех скинов Которые я собрал В игре Я не просто Ни разу в жизни Не использовал Я даже не собираюсь Их использовать Мне они не так уж и нравятся Но я их собираю Потому что Эта морковка Это цель Которую я сам себе поставил И которую я добиваюсь Она незначима глобально Но Это Та сервисная Сегментация Которую Ну Игрок Предпочитает Получать по кусочкам А вот я тоже Сама по себе Тебе демонстрирует Отсутствие чего-то Ну то есть Не мне тебе рассказывать Потому что Ты там и диаграммы составлял И таблицу ввел Что Не все Те вещи Которые можно увидеть В меню кастомайза Реально сейчас В игре онлочится То есть Возьмем Возьмем мы Например Вот эти вот Ой Прости господи Слово Какое неподходящее Ивенты в крипте Все Те вещи Которые мы получаем В сферах Кроники В золотых сферах Они изначально Были доступны К просмотру И изначально Игрой учитывались Как неполученные Да То есть Это не то что Вышел какой-то Апдейт Который добавил В игру 10 новых скинов Нет Эти 10 скинов Всегда демонстрировались Тебе Делался Игра делала вид Что ты их можешь Заработать Но просто Что-то пока не нашел А потом пошли Вот эти вот Самые ивенты Благодаря которым Ты их из игры Смог вытащить И я Ну Точно так же Тебе С уверенностью говорю Что многие Те вещи Которые у тебя Сейчас не получены Они Ну Точно так же В игре пока Не доступны То есть Вспомни сколько Гонялись За Скином Время молодых Люкана Там на одном Реддите Только несколько тем Было Создано А как его Получить Как его получить А никак Это был Это был просто Заранее Запланированный Ивент В крипте Ну то есть Сундук А Ну Байтить на который Получается Начали там За пять месяцев До того Как реально Это стало Можно получить Поэтому Я вообще Не удивлюсь Если у тебя Например Собрано Вообще все Что в игре есть Что ты просто Ходишь по ней Вот так вот Знаешь Как Фарада В Чародеях И Ищешь то Чего не существует Ну я Это тоже Немножечко Обидненько Все Как бы Некоторые Сейчас очень много Вот Скинов В Гонки со временем Вообще Мне кажется Сейчас для меня Наиболее ценными Скинами Являются Вот эти скины Потому что Кстати Гонка со временем Тоже же обесценилась Ну то есть Да Там бот За тебя что-нибудь Я уже даже посчитал Сколько надо Заработать очков В среднем Чтобы попасть В эти топ Пять процентов И Я Пока Просыпаюсь Пока завтракаю Пока там Смотрю новости На ноутбуке У меня фоном Бот работает Ну вот Ты прям Это самое Я должен сказать Дедикейтед такой Я вот это Задороже потерял Ну то есть Смотри как у меня Это было А в первые месяцы Когда игра вышла Когда Для меня Куда ни пойди Везде Все интересно И самое главное Вознаграждается Я в гонке Со временем Там Вот прям Незаметно Для себя Очень легко Всегда занимал Верхнюю строчку Ну просто потому Что я ходил В башни И собирал Их награды Да Я даже не задумывался О том Прошло некоторое время И как я уже Рассказывал В башне Ходить стало незачем То есть Ты туда заходишь Просто чекнуть Не появилось ли что Там допустим Не появилось Или появилось Но только вот здесь Ты это забрал И вышел Так прошла неделя И ты вдруг Снова узнаешь Что кончилась Гонка за временем И ты снова Там где-то В самом низу болтаешься Так ты почему Внизу болтаешься Потому что Тебе собирать нечего По-хорошему Чтобы Получать награды В гонке со временем Тебе нужно заниматься Прости господи Вот этим вот самым Мононизмом Перепроходить постоянно Уже много раз Пройденные башни Для того чтобы Не получать за них Награду Для того чтобы Вот это вот Холостое движение Шло в зачет Гонки со временем Ну не изиатизм Изиатизм Поэтому я считал Что надо Какие-то отдельные Платформы Где мы модификаторы Зарабатываем Отдельно Где мы с этим Лезем Уже за скинами И за скинами Нам должно было быть Как бы уже Тяжело Нам должно было быть тяжело Мы должны старались Стараться Мы должны были Ну не должно было так Что о что-то новое Ботик сейчас заберет И я пойду на работку Это должно было быть Все таки правильным Вот они об этом Туда нельзя пускать ботов Там реально сложно бывает Не всегда но бывает А награды с босс батлов Кстати вот Часто падают Персональные награды То есть я В босс батлах Уже не наблюдаю Новых наград Ну да То есть когда я На своих каких-то мейнах Пофармил то Что мог Начал фармить На ситуациях На которых раньше Не фармилось И начали вот выпадать Просто Гарантированные Какие-то скины Которые вроде как бы В теоретических Существующих Башнях Которые я не видел Должны были награждаться Ну в общем я собрал заранее Все что Они предложили На потом И мне тоже Это на самом деле Тот самый момент Вот Уже давно В Mortal Kombat Длится Уже несколько месяцев Он там длится Которые Которые как раз таки В играх сервисах Разработчики Ну не сами разработчики Там Те кто планирует Это все Очень-очень сильно Стараются Не профукать Это момент Когда нужно Вливать Что-то Чтобы Хайендеры Не отвалились То есть речь идет О чем Понятное дело Что разные игроки С разной интенсивностью Пользуются игрой Что всегда будут Те кто так Время от времени Забегают И так же Всегда будут Ну если у тебя Хорошая игра Те которые Туда ходят Как на работу И первыми Собирают максимум Понимаешь То есть Хорошая игра Сервис Всегда следит За тем Чтобы Игроки Бегущие Максимально быстро И собирающие Все на своем пути Не останавливались Понимаешь Как только Складывается Ситуация Для какого-то Критически значимого Процента игроков Что они Собрали все И мне зачем Заходить в игру В общем-то Это Ну Это страшно Очень страшный Звоночек Потому что Он просто уходит На следующую игру Понятное дело Что это Небольшой процент Игроков Там Ну С потолка 10 Например Но фигня В том Что Мы с тобой В эти 10 Не входим Ну может быть Ты Ну Через полгода Может я До этих 10 Я имею ввиду С точки зрения Не полученных наград А с точки зрения Интенсивности игры Ну даже Вот с текущей Интенсивностью Я вот полгода Стал Где-то Вот Я к чему говорю Что не каждый вечер Не каждый И не Не все свое Свободное время А там Часточек Другой Я посвящал Mortal Kombat И даже При этом У меня Ситуация Вот этого Холостого Хода Сложилась Ну уже Несколько Месяцев Как То есть Я почему Сейчас В общем-то Ну В МК Играю Сильно меньше Чем раньше А потому что Не во что Ну с точки зрения Сервиса Я имею ввиду Потому что В башню времени Как не зайдешь Там уже Ничего нет Там большой праздник Если там Вдруг что-то Еще не собрано И появилась А Как она Называется Вот это Вот испытание Времени Да Я вообще Не вижу смысла Ну вот потому что Мы только что Это обсудили Это очень Странный бег На месте Ради Какой-то Одной Ненужной награды То есть Нужно неделю Впахивать Ну это исключительно Для тех Кто начинает Играть Мне кажется Да Ну понятное дело Да и награду Там надо было В 10 раз Больше делать Это точно Да Именно те Награды Не получены Вообще На самом деле В МК Очень странное Ранжирование Наград по ценности Ну то есть Да там Есть конечно же Вот это вот Обычная история Там Редкий Очень редкий Эпичный Ну вот это вот А это вообще Какой-то пред На самом деле Они не отображают Реальность Вот эти вот Эпичные Вообще никак Вот И оно Не работает Прозрачно Ну то есть Грубо говоря Когда я открываю Там бочки В квинте Я четко понимаю Какая карта Мне для чего И почему Эпичная карта Там допустим Лучше Редкой Понимаешь И они соответственно Ну валятся мне С такой частотой А тут Вообще Непонятно Почему этот костюм Более редкий Чем тот Почему мне вот Зеленого Условно говоря Саб-зиру Дают За неделю Беспродышного Бега на месте А не знаю А светло-зеленого Просто так Вообще За чих Это вот Так они и не дают По идее Я не знаю То есть Я не наблюдал Что То что написано Там Эпический Там Или легендарный Выбивался Как-то сложнее Или проще Я вообще не увидел Разницы в выбивании То есть они Все по ценности Одинаковые На них просто Налеплен Несуществующий Не отображающий Реальность Ярлык Ну прозрачности нет Я уж не знаю Насколько Отображается Реальность Или нет Но не похоже Он как бы Вот Я имею ввиду Что Вот что Что Где-нибудь В просто Какой-нибудь Завалящей башенке Или вот там Не знаю В самом простом Сундуке Я нахожу Там для условного Джуни Кейджа Ликена Классный костюм Которым пользуюсь Полгода А Какие-то вещи За которые Надо прям Расшибиться В лепешку Я их просто Складываю Для коллекции Потому что Они не впечатляют Они ничем не лучше Не интереснее Я не знаю То есть С одной стороны Да Конечно Очень странно Сравнивать С ККИ Где Карта Имеет Практическую Значимость Да Где-то Если уж Ты взял легендарку То она там Сильно играет Ты же не можешь Такого с костюмом Джуни Кейджа Сделать Ты можешь с камнем Сделать для костюма Джуни Кейджа Вот Но хотя бы Потом еще поговорил Да Но хотя бы Какую-то вот Именно ценность Наград Я сейчас не пытаюсь Сказать Так сделайте мне Одни костюмы Цельнее других Нет Я сейчас говорю О ценности награды Потому что И там И там будет Костюмчик Ни набора Ничего-то такого Ну то есть Очень странно Очень странно Потому что За разные вложения Получаешь Какие-то Зачастую Одинаковые Зарплатки И это Какой смысл Тогда вкладываться Тяжело Вот Ладно Бог с ним Если мы сейчас Говорим про Костюмы Мы можем Быстро пробежаться По той истории Где Мы сравниваем МК-11 Там Не знаю Стекинс Инжастис И прочее Вот Я накину Штука какая Мне в принципе Очень нравится Как в МК-11 Обошлись Системой Кастомайза Я сейчас поясню Что я имею ввиду Мортал Комбат Это такая игра В которой Важен лор В которой Очень не хочется Чтобы персонажи Превращались В клоуна И в котором Очень хочется Чтобы Саб-Зиро Всегда оставался Саб-Зиро И во что Его не наряди И очень сильно Мы все переживали Когда разработчики Заявили о том Что в МК-11 Будет полноценный Кастомайз И все смогут Сделать свои Костюмы Из кусков Потому что Это Сразу Какой-нибудь Приходит На ум Текен Где можно Не знаю Поварскую шапку На Саб-Зиро Надеть И трусы в горошек И это бы Сломало Весь настрой Как говорится Этот Подводный камень Они мастерски Обошли Совершенно В принципе Ну такими Предсказуемыми Ходами То есть У нас Есть Сам костюм И у нас Есть Пул аксессуаров И все это Только для Твоего персонажа Предназначено И нельзя Повесить на другого С одной стороны Это конечно Очень сильно увеличивает Количество работы Которую надо проделать Потому что Под каждого Из там Почти трех десятков Персонажей Нужно Промоделить И прорисовать Какую-то прорву Предметов И они Не подойдут Никому больше Соответственно Ну прям Очень сильно вырастает Объем работы Но с другой стороны Ну согласись Мы же Часто Ловились На мысли о том Что По сути Есть скины А есть Вот гир Который Очень малозначим В общем облике Персонажей То есть Маска Сабзиры Масок Сабзира Действительно Несколько десятков И они все разные Но Насколько они Разные В плане Значимости Облика Не очень А для некоторых Персонажей Доходит до смешного Палка Рейдена Висюлька Укунглао Там не знаю Нож Укэна Это очень малозначимые Для общего облика Да Для имиджа Персонажа Элементы Да Прикольно Их Повыбирать И поставить Там самый красивый Кривой нож С одной стороны Но с другой стороны Реальных инструментов Для влияния На весь Внешний вид В общем-то Нет То есть Ты выбираешь Сразу целиком Костюм А не составляешь Его Как это в общем-то Было в том же самом Инджестисе Где есть отдельные штаны Отдельные рубашки Отдельные шапки И Не уверен Хорошо это Или плохо Ну то есть Как и во всем Что касается МК-11 Я как мечтатель Могу придумать Как это все улучшить Но это естественно Опять таки Упрется в работу Которую надо проделать И которую Очевидно НРС делать Ну не особенно хочет Но чтобы не быть Голословным Я вот что скажу У каждой У каждого бойца В МК-11 Есть только две модели Именно с точки зрения Модели Внешнего вида Там Старый Джакс И молодой Джакс И все остальное Это просто рекалоры Которые на модель Не влияют То есть Самый простой пример Который можно привести Это ретро облики Ретро облики Очень классная вещь Они ее культивируют Я вообще такие штуки Очень сильно люблю И обожаю Но по факту К чему это приводит К тому что Когда Разработчики Готовят Даже такие классные Платные На секундочку И не самые дешевые Вещи Как облики Допустим Персонажа из МК-3 А это я напомню У нас был Кена Кулау Соня Соня И еще один Товарищ Джакс А я Рождение Джакса Начал Да Джакс Вот То казалось бы Во Облики за 500 рублей Из МК-3 Моего любимого Классно Они будут выглядеть Так как надо И одежда На них действительно Выглядит Плюс-минус Так как надо Но На сами модели Это не влияет Вообще никак То есть Усы Джекса Отсутствуют Да У Кена Зато есть Кунглау Остается Лысым Лысым А там Я не знаю У Кена Тоже там Какие-то свои проблемы Усы и бакенбарны Хотя он должен быть лысым Да-да-да Кена тоже может быть Только либо молодым Либо вот этим вот То есть Я не прошу менять Черты лица Или еще что-нибудь Но уж если вы меняете Кардинальный облик Но Камьюнити же от вас ждет Что вы там Усы сделаете Понимаешь Или у Сони Там вот это вот Там было что-то с прической Что вот у нее не может Прическа так сидеть Потому что это Не предусмотрено моделью То есть А у самих Дизайнеров Которые над этим работают Инструментов Вмешиваться в модели Персонажей Нет По сути Они все что они могут делать Это красить одежду Текстуры Причем только те Которые для этого Изначально в редактором Предназначены То есть я это к чему говорю К тому что Опять Складывается ощущение Что Над Поддержкой игры Не работают те люди Которые Там не знаю Имеют Возможность И полномочия В нее Как-то вмешиваться На уровне Большем Чем Раскраска И вот это печально Потому что Снова меня возвращает В десятый раз К мысли уже о том Что Если за полгода Такое сделано не было Значит Уже и не будет То есть можно конечно Помечтать о том Что все лучшие силы Брошены на производство Дополнительных DLC персонажей Но во первых Это нет А во вторых Ну они же их И будут клепать дальше То есть Сингл Который Вот-вот Появится Это же все не прекратится За ней Джокер За ним Спаун А там и второй Комбатпак Ну почти наверняка Мы же понимаем Что он будет Вот и так далее А значит Все останется Вот на этих вот Кружочках И уж если С Хэллоуином Они поступили Так как поступили Значит и с Рождественским Потенциальным ивентом Будет та же самая история И так далее И когда они заявляют Целый новый режим Да Оказывается В результате рейд Ну то есть Чтобы было понятно Оказывается Что целый новый режим Это просто Пара строчек Настроек В уже существующей башне В общем-то То мы уже А просто появляющийся Редкий сундук В крипте Они называют ивентом Это вот Уровень притязаний Понимаешь Это вот Потолок Возможности Такие вот Дела И я помню Что ты говорил Что тебе больше нравилась Система Кастома Извенжастис Главным образом Потому что На мой взгляд Речь идет все-таки О том Что там было больше Настраиваемых предметов Причем касающихся Именно одежды А не какой-нибудь там Не знаю Отдельно висящей пуговицы Или там Как в случае Со многими персонажами Пряжкой Ну вот я всю жизнь Конечно Мечтал Третью кастомайзу Джонни Кейджа Заниматься Это выбирать ему пряжку Или та же самая история У Джакс Это много у кого Потому что Ну трудно придумать Какие-то такие Предметы Которые можно Изменять на десятки Разных вариантов И при этом Не сильно вмешиваться Во внешний облик Но Тем не менее Тогда Хочется больше всего И наконец Мой самый больной вопрос Во всем кастомайзе Мортал Комбата Ребят А зачем мне гоняться За новыми костюмами И принимать участие Во всех этих Крысиных бегах Если я просто Не могу Держать у себя Больше пяти Пересетов персонажей Я уже собрал Все что мне нравилось Как мне Те пять вариантов Джинни Кейджи Которые мне нравятся Более того Я когда записывал Видео Вот с этих вот Ивентов В крипте Мне приходилось Убивать Какие-то свои Кастомайзеры Для того чтобы Показать Тот новый костюмчик Который я нашел Это Вдумайтесь Какая еще Другая игра Сервис Предложит вам Убивать косметики Чтобы воспользоваться Новыми Это Невообразимая история Опять таки Можно всегда сказать Что это какие-нибудь Технические требования Что больше пяти сборок Не потянет там Какой-нибудь экран Версуса И так далее Но это же все был шит Просто Почему-то вот так Сколько мы ждем Разблокирования Третьего слота Для камней Камнями никто не пользуется Это совершенно уже Мертвая история Если ее нужно Хотелось поддерживать Ее нужно было Начинать поддерживать Там много месяцев назад Но суть не в этом Суть в том Что Как в апреле На всех кастомайзерах Было написано Что Вы сможете использовать Третий слот Скоро Так до сих пор Написано везде И когда это Скоро наступит И почему Вообще до сих пор Этим стоит позориться А не просто убрать В общем Я не знаю Хочется как-то В оптимизм Это все вывести Но на деле Я повторюсь Очень много всего Указывает на то Что Хотели Развивать Игру Вот в ту сторону В ту сторону В ту сторону В ту сторону А потом в какой-то момент Решили Да не хай просто Файтингом будет И возвращаясь К тому о чем Мы говорили Там про Overwatch 2 И так далее Смотри То что может Позволить себе Бесплатная Free-to-play На игра сервис Зачастую Не могут себе Позволить Игры с Премиумной Моделью Распространения Для меня Если честно Это немножечко Загадка Но тем не менее Тот же самый Mortal Kombat Тот же самый Overwatch И например Что у нас там Еще есть Сидж У нас есть For Honor Ну в общем Много Destiny Даже та же самая В общем Много игр С сервисной Моделью Рассчитанных На Многолетнюю Поддержку Мы покупали За деньги За фулл прайс За там Те самые Пресловутые 60 долларов И в этом плане Постоянно Дополнять Бесплатно Дополнять Игру Это Ну наверное Плохое Видится Точнее Издателям Или кому Маркетологам Их плохим Выходом Из ситуации То есть Будет For Honor 2 Да Будет там Условно Сич 2 Даже Overwatch 2 Будет Хотя казалось бы А зачем Уж Overwatch Это максимально Сервисная И фри-то-плейная В своей сути Игра Overwatch Не фри-то-плей Overwatch Фулл прайс Вот я об этом и говорю Что он премиум Я имею ввиду Что он в сути своей В общем-то Повторяет фри-то-плейные игры Какой-нибудь Quake Champions И так далее То есть Это та игра Которая может жить Вечно За счет своих апдейтов И в принципе Всех это будет устраивать Если она будет продолжать Переносить сопоставимые деньги За Ну за какие-то вещи Там как сезоны Fortnite Например Да Или там Сборники Каких-то скинов И так далее И в этом смысле У Mortal Kombat Вообще есть идеальная Стратегия Которую Ну я уже упоминал Ну то есть Это она мне кажется идеальным Понятное дело Что как бы Там умные люди Все просчитали И пришли к отрицательному выводу Но тем не менее Просто добавляя сюжетные главы И персонажей Они могут На протяжении года Даже одного просто года Выжить все те деньги Которые стоили бы Потенциально Mortal Kombat 12 То есть Иными словами Когда придет время Покупать Mortal Kombat 12 Должная поддержка И должный сервер Mortal Kombat 11 Эти Все самые деньги Которые мы платим За новую игру Может принести Поступатель И почему этого не делается Я не очень Если честно понимаю Это даже в конце концов Допустим Пришел час икс Там 2022 год Снова 11 апреля Они просто В какой-то момент Могут сказать Что Ребята 60 долларов И полностью Обновленный ростер Полностью там Ла-ла сюжет И так далее В принципе Это может сработать Но хотя все-таки Уровень хайпа И ожиданий От совершенно Новой игры Мне кажется Это скорее всего Перекроет Но опять-таки Есть такой Небольшой Примежуточный опыт Как раз Injustice 2 Ты же в него играл Так что ты должен Помнить эту историю Что в какой-то момент Они его кардинально Обновили Настолько Что там Был полный Рефанд Потраченной валюты Перекроили В каком-то смысле Там Механики И баланс И так далее То есть по сути Они сделали Injustice 2 с половиной С теми же самыми Персонажами И корневыми Механиками Но при этом Игра стала Во многом другой То есть они ее назвали После этого Если не ошибаюсь Каким-то Ultimate И так далее Изданием И начали продавать Повторно То есть я хочу Просто подчеркнуть Что это Не Готи Издание Как обычно В такими играми Происходит Когда берут Просто В базовую игру Запихивают в нее Две листовки С кодами На все вышедшие Дополнения И выпускают Как типа Издание Игра года Нет Там именно Саму игру Изменили То есть произошло Произошел тот самый Мягкий переход Наподобие Того Что происходило С мобильным Марталком О чем мы с тобой Говорили раньше В меньших масштабах Игра в целом Осталась С той же самой Но Сам по себе Прецедент Уже был Они взяли Свою основную Работающую игру Полностью ее На миллион гигабайт Обновили Ну то есть По сути Люди игру Заново выкачали Получается При этом Сохранили Ну Всю основную базу Сохранили Базовый Опять таки Но не полностью Прогресс игроков И Ну Не знаю Если так можно выразиться Вдохнули в нее Вторую жизнь Это можно делать И это можно делать Более смело Хотя возможно Этот эксперимент Не удался С их точки зрения Тут уж я не берусь судить Я Во время Вот этого Гнобального обновления Уже Injustice 2 Бросил Я вообще на самом деле Не очень много В нее играл Из Мы ранее говорили О кастомайзах На самом деле Почему я не хотел Изначально Mortal Kombat 11 Брать И что меня в нем Разочаровало То есть Сначала они сказали Будет кастомайз Я такой Ох Как круто В Injustice В принципе был Неплохой кастомайз Этот будет еще лучше И они показывают Кастомайз Который хуже Чем был в Injustice Ну тут хуже Такое себе Но я соглашусь Он реально хуже Он хуже Сделали меньше предметов Он хуже Потому что Там меньше позиций Для кастомизации Ну вот я Все боялись Что мы Будем делать Опять Клоунов Как вот Делаются в Tekin'е Ну да Я первый боялся Да Не было ни одного Клоуна В Injustice То есть Если вы не завозите Клоунские носы Персонажам То и клоунов Вы не увидите Тогда Я согласен Ну то есть Опять таки Вот как я уже говорил Как это работает Да Ты делаешь просто Отдельный пул Взаимосочетаемых вещей Да То есть Условно говоря Как бы Кана не был одет Да У него всегда будет нож Который может выглядеть Как угодно Тебе не обязательно Подгонять нож Ну С неподходящим ножом Кана не будет выглядеть глупо Если не делать нож В форме рыбы Да Как это в Tekin'е делается Плюс в Tekin'е Вот этот сквозной Кастомайз Он еще и Ну иногда делается Тринкетами То есть Дополнительными предметами Которые можно навесить На персонажа Да То есть Берешь и куми Какому-нибудь там Большого лосося За спину вешаешь Берешь там Не знаю Автомат вешаешь Кому-то на пояс И так далее То есть От этих вещей Ну Совершенно разумно На мой взгляд В МК решили отказаться Но Их и в Tekin'е Не надо делать Вот На самом деле Вот Но их же не было Действительно Ты прав И в Injustice В чем проблема На мой взгляд В том Что Слишком много работы То есть Помнишь Как я рассказывал Не так давно Про то что Кастомайз Не вмешиваются В модели Как правило То есть Они вмешиваются В модели одежды Но их тоже Не сильно много Но никаким образом Не затрагивают Модель самого персонажа Здесь такая история Что если ты будешь В Mortal Kombat Разводить Условно говоря Отдельно штаны И отдельно Там рубашку Тунику И прочее То тебе просто Нужно будет Делать больше пресетов То есть Это больше нагрузка На дизайнерский И моделерский отдел Потому что В Injustice Они же справились А там кстати Стартовый пул персонажей Был больше Чем стартовый пул В Mortal Kombat Да Я согласен Но В чем Возможно На мой взгляд Может быть причина Они справились Но потратили на это Н денег Посчитали Подумали Посмотрели Как этим пользуются игроки И решили Что Н денег Это слишком много Например И в Mortal Kombat Удешевили систему Но таким образом Чтобы было Не сильно заметно Ну то есть Да Мы с тобой Сейчас плачемся Но так-то сильно заметно На самом деле Но тем не менее Тем не менее Скажем так Оно заметно Но может быть Не вызывает той боли Или они просто посчитали Что это не вызовет той боли То есть нормальное Такое удешевление У меня вызвало У меня вызвало боль Я был на самом деле Прям тогда гори То есть Мне показали Все такие О как круто Кастомайз Какой классный Кастомайз Я смотрю Люди Люди Что Вы же реально Год назад Играли в Инжастис Вы же помните Или у вас память Как у рыбы То есть Что сделали Незеры там И что сейчас Если вот там Сделали Как бы В принципе Неплохо С потенциальным Как бы Что в следующей игре Незеры сделают Еще лучше То здесь сделали Еще хуже Но при этом Все говорят Вау Впервые в Mortal Kombat Кастомайз Ну это правда Впервые в Mortal Kombat Кастомайз Впервые в Mortal Kombat Вот сделали Да Действительно В Mortal Kombat Впервые кастомайз Но В предыдущей игре Незеров Это уже не впервые кастомайз Видите Многие Обзывают Mortal Kombat Инжастис Mortal Kombat Там с коробками И в этом есть Как бы Какой-то смысл Но с лутбоксами Ты имеешь в виду Нет Коробками Которые Друг в друга Кидали Вот эти вот Коробки То есть Первые же Там не было Лутбокса Но его еще Со времен Инжастиса 1 Таким называют Mortal Kombat С коробочками Ну я такого не слышал Но окей Прикольно Ну и по сути Как бы Инжастис 2 Помимо таких Кидательных коробочек Еще лутбоксами Обзавелся Все кстати Тогда зачем-то Заныли Хотя там Это отдельная история Я отдельное видео Даже делал На эту тему Лутбоксы Падали в таких Количествах Что я не знаю Можно было ныть Только о том Что их слишком Много дают А о том Что они есть Где-то Ну ладно Возвращаемся Предлагаю не вдаваться Да Кастомайз Ну не знаю В общем Меня он разочаровал Выдали нам Условно 6 скинов И 10 И 10 И 10 Регалоров Ну Ну такое Ну да Об этом я и говорю По сути Это 6 скинов Нас реально пытаются Обмануть Количеством 60 скинов Могли же Сделать Даже вот 6 скинов Сделать И мы Отдельно Где-нибудь Зарабатываем Шейдеры Ну да 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 Ну Знаешь Мне кажется Это Ну помимо Собственной Терминологии В которой Mortal Kombat Немножечко Загорается Что ли То есть Помнишь Мы говорили Эвенты в крипте Да Вот и здесь тоже 6 скинов Ну то есть Это вот такое По факту Вроде бы и правильно А вот С тем ожиданием Которое В это слово Уже заложено У игрока Немножечко Не соотносится Вот Ну Тут мне кажется Что в принципе Ну в случае С Mortal Kombat В частности И в принципе Со всеми нынешними Играми в целом Есть Некоторая Перегретость И зависимость От первых Рецензий Может быть Я сейчас фантазирую Но мне кажется Не очень То есть Что я имею ввиду Когда выходит Новая игра Особенно Если это там Трипл Эй игра Игра которая Там На На пике На острие Всех обсуждений И так далее То Ее успех Очень во многом Зависит От Даже не первой недели А первых дней Отзывов Ну то есть Я в первую очередь Имею ввиду Отзывы Там пресса И блогеров Но И в общем И целом Тоже То есть В принципе Такая же История Мне кажется Наблюдалась Там В 8-16 Ибитные времена Когда первый уровень Делали Самым красивым То есть Ты приходишь Думаешь Они купить ли мне игру Говоришь Покажите Тебя показывают И говоришь О как охеренно И покупаешь А потом Оказывается Что Максимум сил Было вложено В первый уровень Остальные тоже Хороший Но Как-то Вот уже Виден Небольшой перекос У разработчиков В сторону Того Что нужно Произвести Первое впечатление Вот и здесь Возможно Возможно Я не утверждаю Какая-то Похожая история Что Ты Во многом Игру делаешь Сродни трейлеру Сродни рекламному ролику Когда вот Ты заходишь Допустим Туда У тебя глаза Разбегаются У тебя в общем-то Нет времени Это анализировать И так далее Ты даже Может быть Ну В случае с Mortal Kombat Ты же за первые дни Не откроешь все скины Что их много И что они разные И с другими Какими-то вещами Похожая история И соответственно Мы имеем отзывы Уровня Что О Много всего Все клевое Да А когда там Через два месяца Или через шесть Как в нашем случае Люди Начнут говорить О том Что Ну Что-то Как-то Подобманули Нас может быть Слегка Это уже Сильно меньше Значение имеет Потому что Во-первых Все кто Хотел игру купить Ну За полную цену Уже ее купили И в общем-то Сделали Примерно Те же самые Выводы С одной стороны А с другой стороны Они в нее уже В общем-то Поиграли Оценили ее Главные Сильные стороны Ну то есть Вот Несмотря на Вот то Что вот Мы тут Очень много Говорим Грустного Всякого Мортал Мортал комбат И так далее Вот Но Это же все Наносное Потому что Ядром Все равно Является Сам файтинг И его Механика И то Что собой представляет Мортал комбат С точки зрения Вот Ну собственно говоря Игры про единоборство И здесь все хорошо Ну то есть Не без своих Каких-то нюансов Но Как бы Скины Это не самая Большая проблема И По-хорошему Нормально там все То есть Могло быть Просто три костюма А у нас Вот такое Изобилие Но Вот этот Червячок О том что 60 скинов Это на самом деле 6 Он вот такой Все таки Не самый Дружелюбный Тоже Позвали добавить Грустинки Вот И тут я согласен Да Что В инжестисе Была Более богатая Система Но она была Богатая Более Исключительно С точки зрения Ну наверное Комбинирования То есть Того что Какие Сколько Предметов Ты вот Как кубик-рубик Можешь между собой Комбинировать Чтобы создать Свой Один Единственный Уникальный В МК Конечно Нет Там Вот Всегда Можно Описать Полностью Творческие Результаты Любого Своего Товарища Сказав На ком ты Скине Играешь Ага Время молодых А какую Повязку Надел Ну в принципе И все То есть Ты играешь На конкретном Скине Плюс Ты еще Какие-то Три флюшечки Поменял На которые Никто особого Внимания Не обращает Ну что там На руче Цвет Повязочки Ну цвет Повязочки Очень сильно Ограничен Тем более Что он Сторожно Подстроится Под выбранный Скин Мне кстати Очень нравится Вот эта История В МК 11 Но мне бы Хотелось Уметь возможность Ее отключить То есть О чем я говорю О том Что От выбранного Скина Зависит Шейдер Который Используется На весь Облик То есть Ты выбрал Ну раз В шум Сыремя Применяю Для примера Время Молодых Пусть Будет он То есть Ты выбираешь Для люка На время Молодых Он Красно Черный Какой бы Ты после Этого Повязку Не выбрал Она Подстроится Под цветовой Гамме Под выбранный Скин Даже Если Она Изначально Другого Цвета А если Ты выберешь Другой Скин То Та же Самая Повязка Там Уже Будет Подстраиваться Под желтую Гамму Ну в таком Духе Это Прикольно Потому Потому Что Это Как раз Тот Самый Механизм Который Не Позволяет Делать Кричащие Контрастные Идиотские Варианты Когда Там У него Не знаю Желтые Штаны Зеленая Простыня Черные Пальцы Вот Вот Эта Вот История С одной Стороны А с другой Получается Ты как будто Зарезан В творчестве Потому Что По сути Именно Выбранный Скин Определяет Всего Твоего Бойца А там Дальше Уже Как ни Крути Во-первых И крутил Их Мало А во-вторых Они На общий рисунок Не сильно Влияют Ну Тут Я уже Начинаю Повторяться Я все Это Рассказываю Но Тем Не Менее Мне Нравится Мне Нравится Я Ковыряюсь Я Собираю Всего Этого Могло Бы И не Быть В МК 10 Этого Всего И Не Было И Ничего Тоже Играть Вот Но Снова Мы Упираемся В то Что Есть Абсолютно На поверхности Лежащие Варианты Как Сделать Лучше Снова Ну Сейчас Уже Кастомайз Не Переделать К сожалению Его Надо было Изначально Делать Штаны Отдельно Торс Отдельно Голова Отдельно Руки Можно Из Инжестиса Вместе С торсом Было Сделать Потому Что Например Кастомайз Сони Ей Можно Одеть Шапку Повязочку То есть Там Меняется Вся Голова И То есть Это Пример Того Как Стоило Обвешивается Да Но Это Делается Не Взаимозависимо То есть Допустим Ну И делали бы И тоже Вот По одежде Верх Какой нибудь Там Футболка Либо Там Какая нибудь Военная куртка Либо Там Что то Из униформы Там И Соответственно Тоже Какие то Предметы Более менее Подходят Друг другу Какие то Военные Военную Форму Пиджак Какой нибудь Военный Одевать С шортами Ты не будешь А кто то В интернете Будет Понимаешь То есть Допустим Мы возьмем Дженни Кейджа У него есть Майка Алкоголичка У него есть Военная Всяка одежда И у него есть Вот С последним апдейтом Добавляли Примерный Вот этот Скин Пиджак Ну Смокинг Да И вот тут Теперь Представь Что По такой Системе Там Дурачки Из интернета Начинают Надевать Верх От смокинга А низ Там Не знаю Спортивные штаны С кедами И ты такой Что за херня Получился Или наоборот Майка Алкоголичка И дорогие Вот эти Штаны От смокинга Это не будет Смотреться Это уже Будет эклектично Собственно От этого Они и пытались Отгребсти Вот И довольно сложно Придумать систему Достаточно гибкую Которая бы Вот как то Это чинило Потому что Это получается Надо улучшить Некоторые скины То есть У тебя отдельно Будут предметы Кастомайза И отдельно Цельные наборы Собственно Так где то и было По моему В Текине Что ли так было Что некоторые скины Были как бы Премиумно отделены От всех остальных Но при желании Все можно придумать На самом деле Так то да Можно Им ничего не мешает Сделать апдейт Который Ну Откручивает Эти рекомбинации Но по хорошему Я соглашусь Что система уже готовая И ее чинить Это вот уже Себе дороже будет Но можно рисовать Дальше Скины Причем не по одному Как это сейчас делается Меня это сейчас Немножечко Даже подрастраивает То есть Все что мы в лиге Получаем Мы в лиге Получаем по сути Перемиумные скины А как они выглядят Они выглядят Как те же самые модели Которые уже и так Есть в игре Но с уникальными Раскрасками То есть Вот Там вот это вот Сейчас идет сезон Колдовства У него просто Самые такие Наверное Нетипичные Облики Предлагаются Такие В стилистике Куанчи Но если опять таки Приглядеться Че там куда воткнуто И как То мы увидим Что это снова Один из базовых пресетов Просто с новой Уникальной раскраской Даже не с шейдером А Ну С раскраской Но тоже такое себе В общем-то Потому что Не вводят новую модель И идет в двух цветовых вариациях Ну то есть Окей Мне нравится в принципе Как это сделано в лиге Другое дело Что это мало И Снова мы упираемся в то Что Единожды сделанные Уже модели одежды Просто продолжают Раскрашиваться А Новых Моделей Которые тоже Можно в десяти расцветках Как-то комбинировать И собирать Их не добавляют То есть Что это у нас Это у нас Те Облики Что включает Боевой набор Эксклюзивный То есть Вот Соня Холодная Ой не Холодная война Как она там называлась Ну короче Классическая из МК-3 Соня Джуни Кейдж Вот этот вот В своем Пиджаке Киси Кейдж Раскрашенная Под Харли Квин Боже мой Зачем это здесь И так далее Вот Они Добавляются Но это Расплошь денежные вещи В общем Я мне кажется Заврался И сам себя запутал Надо время от времени Они добавляют Контент Но Время от времени Должны что-то Бесплатно подгонять И не только Риколор Дмитрий Вегас Дмитрий Вегас Ай господи А он кстати тоже Риколор Дмитрий Вегас Это Риколор Существующего Костюма С другой рожей Какой-то Дебильный Неонас К нему К нему Прикрутили Другое лицо Вегаса Это Дмитрий Ну это безумие Да Но это Совершенно Меняет дело На самом деле Ну как бы Они Немножечко Заигрались В рекламу В кросс-прома Может быть Это чисто Моя особенность Паныть о том Что я не хочу В Мортал Комбате Бэтменов Спаунов И Чипа и Дейла Но по факту Мы как-то Многовато имеем Снова Вот этого Всевозможного Кросс-прома То есть у нас тут И диджей Ну в смысле Дмитрий Вегас Дмитрий Вегас Это реально Чипа Дейл уже Вот Просто одетый В Саб-Зиро Да У нас тут И терминатор И вот эта вот Софигня И так иногда Думаешь Блин Ребят У вас Столько Всего не сделано С точки зрения Мортал Комбата Я сейчас не Мелину Имею ввиду А вы Дмитриев Вегас И терминаторов Войди То есть возможно Возможно Это действительно Игре на пользу И надо Ну порадоваться За то что она Развивается За то что она Находит новые Способы Зарабатывать деньги И так далее Терминатора И Дмитрия Вегаса Я их не могу На одну Ставить А я могу Я не знаю Кто такой Дмитрий Вегас Но это будет странно Кто такой Дмитрий Вегас Я понятия не имею Все знают Кто такой терминатор Кто такой Дмитрий Вегас Не знает вообще никто Мама и папа Дмитрия Вегаса знают Которые можно не использовать Тут целый персонаж В общем В равной степени Мне кажется Это вот Неприятные Ненужные вещи С которыми Приходится мириться И собственно Ну с которыми Я мириться Может быть Не очень-то и хочу Ну Пять слотов Гастары Гастары Давай Давай Наверное так И Всевозможные Купромы И вот такие вот Пасхалочки Это Ну вкусовщина То есть Ну я не хочу Навязывать Своё к этому отношение Хотя оно Несомненно Есть и выработано Просто потому что Ну это не имеет Прямого отношения Наверное К игре В том разрезе В котором мы О ней говорим Но тем не менее Складывается Вот это вот Гаденькое чувство О том что Ребята Вы тут пуговицы Полируете В то время Когда у вас Ну я не знаю Одна штанина Оторван В таком духе Вот Осталось ли у нас Что-то По Темам И по впечатлениям Которые мы Ещё не проговорили То есть Я напомню Прошло полгода С релиза Мортал комбота Шесть месяцев Насколько Игра Удовлетворяет Тому Чего мы От неё ждали Или О чём мечтали Я вот ещё Хочу чуть Закончить Тему По скинам Мы сегодня Уже говорили Пять слотов На скины Но это Это никуда Это мало И тоже непонятно Зачем полгода тянуть То есть Видимо Они их и не собираются Тогда в таком случае Увеличивать Мне кажется Что Всё-таки Я Могу ошибаться В текине Кажется Тоже было Ограничение По количеству Слотов Но потом Они расширили После какого-то Апдейта И Хочется верить Что к концу Первого пака Они всё-таки Вот эту вот Вещь поправят Но это никуда Не годится Обычно Можно прямо сейчас Восемь разных Скинов Собрать Реально Разных Да Я понимаю Там вот У Скорпиона Проблемы Они очень Однообразные У Сабзиры Однообразные Тем не менее Можно То есть Смотри Мы на самом деле О чём сейчас Говорили Мы сейчас Говорили о том Что Как минимум У каждого персонажа Разных Обликов Может быть Не очень сильно Друг от друга Отличающихся Но всё-таки Разных Номинальных Ну и не меньше Шести И плюс их Ещё можно Как-то комбинировать Но даже Если ты Каждому Из этих Шести Выберешь Вот Тот цвет Те шейдеры Которые Тебе нравятся Специально Под них Подходящий Менчик Маску И копьё У тебя Всё равно Их получится Больше Чем игра Позволяет Взять Что же Это такое Я могу Причем Даже Не 6 Почему 5 Вы же Сами Сделали Шесть Скинов Но 5 Слотов Что это Такое Ну сейчас Уже Больше Если Учитывать Вместе Ещё И DLC Вы же Должны Были Думать О том Что DLC Персонажи Вот Кесси Например Два Уже Скина Будет У Кесси DLC Ну Кесси Вообще Любимица Мне кажется Она скоро Будет Уже Круче Скорпиона Потому что Всё Что Новое В игре Не даётся В первую Часть Даётся Для Кесси А вот Джонни Кейджа Тоже Два Скина Вот Ниндия Мим И Пиджак Да 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 Джонни Кейджу Получается Можно Прямо сейчас 8 костюмов Второй Джонни Кейдж Мой Мэй Я могу Всё об этом Рассказать Я всё время Скрипя сердце Убиваю Какие-то Скины Чтобы Даже Не надеть Ну в смысле Не использовать Постоянно А чтобы Просто Примерить И немножечко Поиграть Чем-то свеженьким Вот Их действительно Уже больше Кастомайзовой Проблеме Кастомные Вариации Это Ой А кстати Мы же о них Не поговорили Мы практически О них не поговорили Комьюнити Опять всё Испортило Комьюнити Я так скажу Потому что Когда заявили О том Что Мы Предлагаем Вам Собрать свою Вариацию Комьюнити Ещё не трогая Игру Сразу сказала Это дисбаланс Да хрен С ну с дисбалансом Они сказали Что мы не будем Этим играть Понимаешь То есть Опять таки Я же Вот Что я слышу Вот с того Конца полюса Где у нас сидят Гайдоделы Да Где у нас сидят Как бы так сказать Стримеры Высокого уровня игры Да И вот эти вот люди Которые Может быть даже Сами на турниры Не ходят Но Живут в мете Назовём это так Вот Не все Конечно так говорят Но в принципе Очень слышны голоса Вот эти вот Из серии Да кому нужны Эти скины Это вообще Поправьте нам баланс Сделайте нам на три кадра Больше здесь Вы занимаетесь Общением тем Кто в каком скине Играет Не имеет никакого значения Ну то есть Вот такие вот вещи Да Что типа Как бы Нехер нам тут Игру для казуалов делать Да Пожалуйста Мы хотим Ну Мы хотим В свою игру Играть Да В которой Киберспорт На первом месте То есть Ни в коем случае Не хочу их осуждать Просто говорю о том Что МК всегда Был игрой Которая старалась Усидеть на двух стульях А вот МК 11 Что-то Мне кажется Очень сильно Прогнулся Под вот эти вот Настроения Несмотря на то Что очень мало Виланс патчей Их все равно Хейтят за то Что Ну вот это вот Спортивное направление Слабо обновляется И слабо настраивается Вот Но при этом Мы имеем Вот такие вот Настроения Вот И вторая вещь О которой Вот эти вот Слои населения Рассказывают Это Никто Никогда В своем уме Не будет играть Кастомными вариациями Потому что Они Забанены На турнирах И они Забанены В ладере А мы с тобой Недавно Выяснили Что Ладер Ну то есть Лига Или когда Лиги нет Ну простая Рейтинговая лестница Это Основное Центральное Сдержание игры То есть Тебе вроде как Есть чем Заняться в игре Помимо Хождения в лигу Но по факту Если ты Немножко Из новичковых Штанишек Вырос У тебя Весь тот Контент Уже освоен И Все что тебе Остается Это в общем-то Ходить Фигачиться в лиге В лиге Кастомные Вариации Запрещены Все Вот собственно Мы и приехали То есть Действительно Вы проделали Огромную работу Боже мой Как же я Зол на мазерил Ну как же я Многократно Порывался Вот нажать кнопку записи И как-то вот Зафиксировать Это свое негодование Вы проделали Огромную работу Вы сделали то Что до вас Ну На подобном Хотя бы даже Чуть-чуть схожем уровне Не делал еще В жанре никто Потому что Это очень трудоемко В первую очередь Вы сделали Конструктор Работающий Реально хороший Работающий Конструктор Билдов Для файтинга В котором Есть четверть сотни Персонажей И продолжаете Это делать Самое смешное То есть Ладно Они Как говорится Ошиблись И не хотят Больше развивать Это направление Но У нас есть Делцы персонажи У нас есть Найт Вулф Терминатор Шансун И у них У всех Точно так же Есть дофига Действительно Классных Интересно Придуманных Черт с ним Насколько Результативных Или вписанных В баланс Но интересно Выглядящих Классных Приемов Сделано Огромное Количество Анимации Сделана Озвучка Прописаны Все хитбоксы Все коллижены То есть Это огромная Прорва работы Которая Используется На треть В игре Реально Потому что У нас Ну теперь у нас Есть Слава богу Уже Три турнирные Вариации До недавнего Времени То есть Сколько Пять месяцев Существования Игры Четыре с половиной Не помню точно Но Почти полгода Использовались Только две Турнирные Вариации Я уж молчал О том Что реально В игре В мете Играет Еще и половина Еще от этой Половины Потому что Не каждая Турнирная Вариация Равно Конкурентоспособная Очень много По сути Мертвых Вот Но это нормально В этом нет Ничего страшного Потому что Это можно Двигать туда-сюда Балансными Патчами И заставлять Играть Ну на Большой Дистанции Заставлять играть В принципе Все Но Тот самый Факт Что Огромное Количество Ну половина Приемов В игре Не используется Вообще Они есть Ими можно В принципе Играть Но ими Можно играть Вот Где-то там Где Ты не хочешь Этого делать Или где Игра Не предполагает Что ты Будешь Это делать И Режим Ну Серьезно Там что ли Нам нужны Кастомные Вариации Было бы здорово Если бы они были Нужны Но это Такое Себе А Договорные Дружеские Матчи Договорные Дружеские Матчи Это здорово Но если Ты хотя бы Просто Время От времени Ходишь В лигу И вообще В целом Играешь С разными Людьми Ты упираешься В то Что с тобой Хотят играть Только на турнирках Потому что Люди хотят Учить Матчапы Люди хотят Привыкать Только к тому Что они Реально Смогут Применять В лиге Или в игре С другими Людьми И так далее По сути Ты оказываешься В таком Не знаю Загончике В таком Гетто Где Ты и два Твоих друга Которых Со всех сторон Шпыняют И говорят Играйте на турнирках Чего вы как Нелюди какие-то И вот вы Противостояв Вот так вот Всему миру Пытаетесь Там что-то Между собой Дэкбилдить И радоваться В жизни Но Это же тоже Очень легко Переворачивается Достаточно просто Звякнуть Яйцами Сказать что Ребят Вот мы так решили Давайте Не выеживаться Мы потихонечку Все поправим патчами Но это снова Надо вкалывать Если ты введешь Это все В мету Если ты введешь Это в ранге Или хотя бы В какой-то отдельный режим Которым люди Реально будут пользоваться То да Надо выкатывать патчи Надо следить за балансом Не знаю Раз в месяц А не в три И так далее И вот Помнишь Мы опять Такие рассуждали Как можно Делать ивенты Или делать какие-то Аналоги Лиги Для простых смертных Так вот же вам Пожалуйста Боже мой У вас есть Кастомные вариации Создайте Интересный пул Наград Интересный пул Заданий И сделайте Ну по сути Такую вторую лигу Или сезонный режим О котором Вот я рассказывал Для кастомных вариаций Придумайте Такую систему Это не так сложно сделать Как бы Накидать черновик Вообще Не тяжело Совершенно В котором Людям Хотелось бы И приносило бы Самое главное Какую-то пользу Какой-то профит Рекомбинировать приемы Учиться играть разными Че далеко ходить Мы опять-таки Смотрим на те игры В которых давно Все сделано Посмотри Там не знаю Тот же самый Хардстоун Тот же самый Гвинт Есть такой Рандомный режим Как арена Где ты случайным образом Набираешь карты И уходишь Катать партию Ну По отдельным правилам Можно сделать Что-то похожее Можно Это развивать По нескольким направлениям Собирать Персонажа Ой боже мой Из случайно Даваемых ему Каких-то Этих самых приемов Или набирать себе Небольшую команду Там допустим Из трех человек Которые бы Ну Которая Вы что Которая бы Точно так же Набиралась Из предложенных вариантов То есть Тебе выкатывают Окей Да в принципе Ты пойдешь Самому играть На своих вариациях Гораздо интереснее Я вот Вообще не понимаю Потому что Ты в них вложился Потому что Это декбилдинг Тот же самый Да Ты что-то построил Ты инженер Ты молодец Это творчество Это ты создаешь Под себя билд Ты что-то изучаешь Дополнительно Я не понял Почему вообще Комьюнити Заныло О дисбалансе Когда игра Еще не вышла И почему А я тебе Девы пошли Навстречу Комьюнити И не сделали Вообще То есть Первый сезон Просто Экспериментально Нет никаких турнирок Вообще просто Не существует Понятия Турнирная вариация Вот вам пожалуйста Делайте что хотите Если вы Сочнете Что это все Баланс Ломает Ну хотя Оно изначально Было так Со слабым балансом Но мне кажется Турнирки там Баланс не исправляли Они его добивали То есть Условная Девора Когда вышла Ей Напихали Ну такое Как бы В турнирке Весьма слабая Шаукан Слабый персонаж Был на выходе Ему в турнирке Напихали Тоже Ну Не самое сильное Очень сильный персонаж Геларас Имел очень сильную Турнирную вариацию И вообще Я не понимаю Как мета Строится Мета Изначально Вот в Mortal Kombat X Каждая вариация Считалась Как отдельный Персонаж Все таки Я даже не знаю Как это описать Они берут Наверное Самую топовую Вариацию И по ней Определяют Позицины Конечно А остальные Вариации А я тебе объясню Почему мы Mortal Kombat X Делали Отдельно Каждую По вариациям В тирлисте А здесь Только по топовой Ну потому что Тирлисты Составляют люди И тут уже вопрос То есть Смотри Те люди Которые Заморачиваются Тирлистами Меты И так далее Они играют Не теми персонажами Которые По лору Нравятся Как некоторые Они играют Персонажами Которые С одной стороны Подходят им По стиле игры Но это не самые Топовые игроки Топовые игроки И на это Болт клали Потому что Могут освоить Любого И Ну и собственно Это и делают Вот А во вторых И это самое главное Ну персонаж С лучшими матчапами То есть С лучшими шансами На победу Тебе В мире Соревновательного Птвп В принципе Там не место Для соплей Ты играешь На победу Соответственно Абсолютно Каждый персонаж Обладает Как вариации Получше Так и Вариации Похуже Причем Это не обязательно Объективное Суждение Там Не знаю Играли Играли так Потом Распробовали Вот этот прием Нашли Вот этот Сетап Как бы Начали играть На второй Вариации Но в каждый Конкретный момент То есть В момент Составления Того самого Метаотчета Да Распределение Персонажа По тирлистам Есть какая-то Вариация У любого персонажа Которая Играет Лучше чем Вторая И играть на второй После получения Этого знания Нет никакого Смысла Ты заранее Проиграешь Ситуацию Себя ставишь Это может Поменять Только Мета Но Мортал комбат 11 В принципе Такая игра В которой Больше Влияет Контрпик Нежели Ну Нежели Собственно Говоря Мета То есть Я не замечал Что в МК Мета Была устроена Таким образом Когда Ты Думаешь Ага Появилось Слишком Много Скорпионов Соответственно Буду Коя брать Вторую Вариацию Джонни Кейджа Потому что Она лучше Играет против Скорпионов Но чуть-чуть Похуже Против Я не знаю Герасов И Сонь Но их Что-то стало Поменьше И все Потихонечку Пересаживаются На вторую Вару Именно из-за Того Что В Мете Средний Матчап Изменился Нет Тут Такого Нет Тут Все-таки Если Первая Вариация Джонни Кейджа Была признана Со всех сторон Лучше Чем вторая То все Играет на ней И все Про вторую Можно забыть Она мертвая Пока ее не бафнут И соответственно Да По тирлистам В таком случае Распределяют персонажей Потому что Они выходят Не вариативно То есть Ну вот я допустим Вспоминаю ситуацию С Сабзиро Ну Сабзиро Всегда был Где-то в серединке После того Как от него Научились отыгрывать Вот И у него было Две вары Первая Это с подкатом А вторая С плечом Вот А подкат Очень хорошо Кстати В лиге заходил Потому что Его трудно реактить Особенно С Вот этим Небольшим Лагом В онлайне Плюс у него Разводочка Вот эта вот С оверхедными Топорами Которая тоже Плохо реактится И так далее Вот И все играли На этом самом подкате Потому что Ну капец какой профитный Вот А в какой-то момент У про Стало считаться Что Ну Противники Моего уровня С этими подкатами И с этими Оверхед разводками Уже Справляются Без проблем И мне Нужно Больше Вкладываться В дамаг А дамаг Дает плечо То есть Грубо говоря При прочих равных Если ты Развел противника На Джаггл Там На первой вариации На второй вариации Вторая вариация Дает больше дамага Все стали играть На нем Он сложнее Это вариация Сложнее Но на том уровне игры О котором мы говорим Это уже не так принципиально Потому что Повторюсь Новичкам И там Не знаю Среднеиграющим игрокам Без больших Турнирных претензий Вообще На Тирлисты Смотреть Не надо Потому что Тирлисты Не учитывают Личные Предпочтения В стиле Игры Не учитывают Сложности Освоения Персонажа И в принципе Не учитывают Как бы так сказать Недознание Механик То есть Предполагается Что Любой Тирлист Это для Такого Киберкотлеты Машины Которая идеально Все исполняет Которая читает Игру На самом Высшем уровне Которая Абсолютно Со всеми Механиками Знаком Максимально Быстро Перестраивается И обладает Максимально Доступной Реакцией И вот Это Вот всем И вот На этом Уровне Робота Начинают Ролять Тирлисты Потому что Там какая-нибудь Джеки Допустим Действительно Начинает Иметь там Лучшие Матчапы Со всеми Остальными Вот Но Если Новичок Или среднеиграющий Игрок Вроде там Меня Садится На ту же Условную Джеки Я сейчас Без каких-то Конкретных Примеров Чтобы Ну Не прощагачиться По фактике Говорю Вот То он Возможно Будет проигрывать Гораздо Больше Чем на том же Скорпионе Просто потому что Скорпион заточен Под новичка Имеет простые Инпуты И Высокий Реворд За Успешные Действия А за Условную Там Первую Вариацию Джуни Кейджа Или там За каких-нибудь Сложных Прессеров И так далее Надо прям Реально Вкладываться Ничего нигде Не дропать Хорошо видеть Дырки Там Не знаю Влезать в третью ногу Люкана И вот это вот все То что Новичок не умеет И соответственно Он не умеет Получать Ту выгоду Которую обещает ему Тирлист С одной стороны А с другой стороны Соревнуется С противниками Которые Не могут ему Предоставить Той Максимально Высокой Конкуренции На которую Опять таки Тирлист Тоже опирается Вот и получается Что у нас Весь не лиги В скорпионах Мышащих А весь верх Лиги В совершенно Других персонажах Ну это Не очень хороший пример Потому что Тут онлайн Тут все таки Выборка Противников Достаточно Специфическая И так далее Но суть Примерно в этом Так что Да Внизу Опять таки Вот на нашем уровне В нашей половине Лиги Назовем это так И так далее Вариативность Другая Можно сказать Что мета Другая Нежели Наверху И Не надо Оглядываться На тирлист Может быть Даже у нас Вариации Больше играет Или меньше А наверху Да Один персонаж Одна вариация Равных Я почти не знаю То есть Есть близкие Вары Но все равно Есть какой-то Консенс Стоповых игроков О том Какая из них Лучше Именно Она ставится В тирлист Мне кажется Что вообще Турнирные вариации В принципе Это большая ошибка Все это могли бы Делать Я Не вижу Каким А их Вообще Они Для чего Были сделаны Для того Чтобы Держать баланс Правильно Ну такова Их была задача В идеале Любой файтинг Любая система Должна держать баланс То есть Само по себе Разделение Вариаций на турнирные И нетурнирные Казуальные Так сказать Это в принципе Такой Ну Размашистый Ростерк Пирал Свидетельствующий О том Что Мы не в состоянии Как бы Баланс держать Во всей игре Будем держать Его хотя бы здесь Турнирные вариации С балансом Справились Или нет То есть Наличие турнирных Вариаций Дало баланс Или нет Ответ Нет Оно их не дало Я считаю Что дало Но Как и в любой Другой игре Есть просто Какие-то Более Нет На выходе Не более сильные вещи Вот как вот оно вышло Аутсайдеры Есть аутсайдеры Нет Подожди Важный момент Вот как игра вышла С какими вариациями Там вообще Наблюдался баланс Или нет То Что ради чего Были созданы турниры Я вот уверен Что их не было там Ждешь от меня Решительного нет И в принципе Многие игроки Действительно В негодовании Завопят нет Вот У меня здесь Более толерантная позиция Потому что Я всегда пытаюсь Еще учитывать Вот такой момент Ну давай я издалека Начну Чтобы мысль была понятна Вот я Ну я свою хочу Сначала закончить Потому что Я считаю Что изначально Там баланса не было Девора Котелькан Шаукан Там из болота Махали руками Захлебываясь А Герас и Соня Чувствовали себя прекрасно Собственно Герас и Соня До сих пор Чувствуют себя прекрасно Вот этих вот Начали исправлять Я Гераса изучал Вот где-то В самом начале Вот еще Изучение Мортал Комбата И составил себе Вот личный Кастомный билд Примерно то же самое Что вот Топовая вариация Гераса Судовую Ну как бы Как мне показалось Я выбрал Самое лучшее И оказалось Когда я первый Тирлист посмотрел Что Стофани выбрал То же самое Да А когда я учил Шаукана Я практически Не выбирал Все что там было В турнирных вариациях Потому что там был Какой-то полный слаг И Шаукан был На самом дне По сути Вообще Все это выглядело Как будто Здесь взяли Здесь взяли Здесь взяли Никакой вот Какой-то логики Объединяющих Обилки В какую-то вариацию Я вот Наблюдал только Вот У Лю Кенга У Скорпиона И у Джеки У всех остальных Я вообще никакой Логики не наблюдал То есть это было Просто по рандому Нацепленные обилки Никакого намека На то что Это каким-то образом Может сбалансировать Что-то Вообще Никак это Не подсказывает И соответственно Вопрос Зачем все это было надо Зачем вот эти Ненужные ограничения Если я Могу Здесь Выбрать под себя Манеру игры Я могу Каких-то Зонерских вещей Добавить Персонажу Я могу Каких-то Рождаун Вещей Я могу Перри Добавить Если я Такой вот Хитрец Ну Я могу Попробовать Ответить Я не понимаю Это нас получается Ограничивают И люди Которые серьезно На морщи флоп Играли по методичке Когда они взглянули На третьи вариации Персонажа Ого Оказывается В этой игре Джонни Кейдж Может кидать Фаербол По диагонали Никогда бы не подумал Что в этой игре Есть такое Это смешно Это смешно Очень смешно Потому что Этот мув был В игре С первого дня И когда вы Говорите о том Что Боже мой Джонни Кейдж Оказывается Может Вы куда Смотрите Я не понимаю Вам Зачем Сами себя В ограничение Это в гонять И самый прикол Еще до того Как запустили Лигу Вот все Говорят Что все Ради лиги Ну так Лигу вообще Лигу не сразу Далеко запустили На третий месяц По моему А людям Желание себя Ограничить Что ли Зачем-то Они уже Лезли в турнирные Вариации До этого Был ранкет 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 Существовал С первого дня Как раз Ранкет существовал Ранкет Без рангов Это не ранкет Это просто Одно название Я вот играл В сетевую Случайную И там не было Ну а что турниры Самое главное Турниры Ну потому что Как тебе сказать Вот если ты делаешь Какое-то дело Да С прицелом на то Что ты вот Посвящаешь этому Там не знаю Условно говоря Жизнь Ты хочешь делать это хорошо Быть в этом деле Самой лучшей Ну то есть Соревновательные игры Жаня об этом Ну в пике своем Вот То естественно Ты там допустим Прогнозируешь для себя Условно говоря Самые лучшие Возможные варианты При самых лучших Возможных вариантах Да Ты выигрываешь всех По городу Выигрываешь там Не знаю По стране Едешь на самый главный турнир Получаешь миллион Обожение Там как бы Голых женщин на шее И вот это вот все Вот И это возможно только тогда Когда ты очень много Тренируешься И очень много Тренируешься По тем правилам По которым В принципе Построена Вся официальная Турнирная система А почему Турнирную систему Не поставить На кастомных билдах В любом случае Когда каждого персонажа Соберется Какой-то универсальный билд И они все будут Ну примерно Потому что Для Гераса Уже существует Какой-то практически Универсальный билд Для Шаукана Нет Потому что Что-то хорошее Есть там Но одна билка В одной варианции Одна билка В другой А одна вообще нигде Я считаю Что это страх работает А все Весь шлак Как бы Весь шлак реальный Он Где-то в турнир Когда и есть А вот у Гераса Нет А у Гераса все хорошо У Сони вроде как Все хорошо У Кесси там все хорошо Почему? Есть два момента Во-первых Как я уже говорил Мне кажется Я не могу отделываться От этого ощущения Что это все решается Просто большим Объемом работы Но по какой-то причине Этого большего объема работы Нет Не проделывается Может быть нет кадров Может быть нет денег Да Может быть нет Не было точнее Времени на это Ну то есть по сути Все Вот Все к чему Это сводится Это Там не знаю В несколько раз Увеличивать объемы Тестирования И все Ну то есть как бы Баланс это вопрос Тестирования А вот просто объема Человека часов На этом деле задействован Ну плюс геймдиза Конечно И так далее Вот И понятное дело Что когда у тебя И без того 25 персонажей У них еще как бы И без этого дофига стилий А ты еще и рекомбинировать Это можешь Что как бы Вот это все Экспоненциально Растет количество Тестирования Это экспоненциально Растет количество Возможных Не знаю Багов Инфинитов Не честных механик Обьюзов И так далее И просто в какой-то момент Видимо Они решили Что слишком много Мы не справимся Поэтому давайте Отрежем кусок И будем работать в нем Погоди Это на бумаге кажется Что оно может Потенциально вызвать Я изучил 14 персонажей Я не нашел Ничего Ни одной обилки Которая в паре С другой обилкой Дает что-то Феноменально Дезбалансное Там потенциала Для такого Нет Я сейчас договорю Это Ты как раз Мне набросил На мой второй пункт Опять таки Ты можешь не согласиться Я просто опишу То что я думаю Вот Второе Это Не универсальность Отдельных механик Ну то есть Не знаю Возьмем Очень условную Такую Для примера Скарлетт Тем более Ты ее хорошо знаешь И так далее Вот предположим В Mortal Kombat Есть зонинг Я считаю Что зонинг В Mortal Kombat Очень сильно Перебаф Ну то есть В принципе Как механика Как механика Зонинг в МК-11 Слишком силь Это делает Игру скучной Это делает Игру грязной И это Дает Слишком Легкое Преимущество Зонерам Там где Герой Без Какого Каких-то Антизонерских Возможностей Должен прикладывать Несоизмеримо Больше усилия Чтобы просто Сводить игру в ноль Да Это Предсказка Несказка Теперь мы дальше Переходим К самому Билду Любого зонера Поскольку Зонинг Слишком сильный Сам по себе Его очень легко Объюзить Если добавлять Себе Зонерские Опции То есть Когда В том случае Когда мы Имеем Ну Какой-то Условно Такой Открытый Сорс Для Добавления Любых Обилок А не только Тех Которые Нам Предложены Есть Ну Не просто Соблазн А сама По себе Возможность Взять И Все Зонерское Накидать Себе В одного Персонажа Таким образом У нас У Скарлетт Будет Не два Прожекта А пять На все Случаи Жизни То есть Как Джонни Кейдж Который всегда Болтался Внизу Тирлиста Вдруг Внезапно Вот сейчас Полгода Спустя Пролез На самый Верх Как это Случилось Это С введением Третьей Вариации Что Нам Принесла Третья Вариация Джонни Кейдж Какие-то Особенные Сопер Сетапы Нет Комбо Эндеры Остальных Игроков И персонажей Это Хорошие Зонерские Опции То есть Грубо говоря С изменением Дуги Прожектайла И с Девяти Если я не ошибаюсь С фреймовым Стартером Он Стал Ну Супер Зонером И все И вот она Проблема У каждого Персонажа В обилках Есть что-то Антизонерское Ну по крайней мере Вот Все Кому я изучил Да А у кого-то Нет Вот я Как человек Который Посвятил Довольно-таки Много Времени Джонни Кейдж Получается Антизонинг Это Один из самых Страдающих От зонинга Персонаж Получается Он сам Может стать Зонером И это Тоже Какой-то Антизонинг Да Да Теперь Да Вот Я к чему Это говорю Получается Все-таки У каждого Персонажа Есть Возможность Я вот Всем персонажам Выдумываю Обязательно Что-нибудь Антизонерское Стас Я не к этому Я Сейчас Не проблему Того Что У некоторых А то и у всех Может быть Персонажей Билд Можно собрать Вот такой Условно говоря Нечестный То есть Если бы у них У всех Было Равное количество Равных по балансу И значимости Приемов Которые Ну Отменяют Друг друга То да На самом деле Защита от этого Система защиты От этого Мортал комбат Есть Это заменяемые Обилки То есть Ты некоторые Приемы можешь Просто кидать Как угодно А некоторые У тебя Обязательно Отменят Какую-то Из существующих Или конфликтуют Между собой То есть Это опять-таки Мне кажется Очень хороший Инструмент Который Специально Был сделан Для того Чтобы ты Не мог Билд Перебафать Ну например Зонингом То есть Ты вот Добавляешь Какую-то Убер крутую вещь Но она Обязательно У тебя Отключит Другую Убер крутую вещь И ты Не сможешь Стать машиной Для убийства Это в теории А на практике Очень может быть Это просто Не вывезли Вот Но мне все-таки Кажется Что это Вот какие-то Вот отговорки И разговоры В пользу бедных Что Просто в какой-то Момент Или струсили Струсили Вот натурально Струсили Потому что Комьюнити Начало Игрокам не нравится Мы и не будем Да Повода еще не было Комьюнити Заныло Те испугались Потому что Изначально Мне кажется Хотели Турнирные Варианции Были планом B Если вдруг Кастомные Ну как бы Начнут А мы начали Еще до того Как выкатили игру И поэтому Они начали Прямо с плана B И вот сейчас Мы находимся Очень печально В пользу Этого твоего Предположения Как раз Говорят До сих пор Торчащие из игры Уши Я хочу Скажу К чему Я это говорю К тому что В Mortal Kombat 11 Изначально Турнирный стиль Даже отключен До сих пор Да Да То есть Ты заходишь Ты покупаешь игру Ты заходишь в нее И такой Буду играть В этом режиме В этом режиме Да практически Во всех режимах И везде У тебя Вот эти Дефолтные Кастомные вариации А потом Ты такой Ну все Я натренировался Я победил Компуктера Я пойду Теперь С мужиками В лиге побьюсь Заходишь А там другие Там откуда Ты не возьмись Взявшиеся Турнирные вариации Которые ты до этого В глаза не видел И ты сидишь Такую Какоплеванную И думаешь А что я тогда Вообще все учился Понятное дело Что я сейчас Очень наивную Ситуацию Моделирую Но ведь По сути Игра эту наивность В тебе и предполагает Ну по идее Так и есть Потому что Действительно С самого релиза Турнирные вариации Спрятаны Несмотря на то Что они По сути И есть Единственные Которыми игра Сама же Хочет Чтоб ты играл Так они Как будто Действительно Не замели Улики Не замели Следы Да Особенно Это вот На вариациях Скорпиона Видно Потому что То что В дефолте У Скорпиона Стоит Это совершенно Ни одного Мува Нету Ни в одной Турнирной Вариации Это он Дышит огнем Это он Как-то там Пролетает Через тебя Хватает тебя За горло Поджигает Все И кидает Фаерболы Руками Это кстати Очень хороший Пример Потому что Вот на примере Скорпиона И это кстати Потенциально Четвертая Турнирная Вариация Потому что Ни одного Ну да На примере Скорпиона Очень хорошо Видно Сколько было Проделано Работа Потому что Можно Сколько угодно Говорить Про Прожекторы Джинникейджи Про их Вот этот Угол кривизны Но это Все такое Знаешь Оно не демонстрирует Что люди Которые Занимались Графикой Анимацией Всем этим Таким Да даже Хотя бы Просто Придумыванием Это же Надо было Придумать Для файтинга Придумывать Прием Это сложно Вот Они Вот эти Люди Якобы Не сильно Заморачивались Ты смотришь На условного Скорпиона И видишь Насколько Дофига Классных Придумок Классной Анимации И Вот этих Всевозможных Прописанных Коллиженов Сделано И это Сделано Получается Совершенно В холостуре То есть Это прорва Работы Я не перестану От этого всего Гореть Более того Это же Видно Определенное Направление Определенный Билд То есть У нас Есть целый Ряд Приемов Скорпиона Которые Связаны С Огненным Призраком То есть Не один Даже по-моему Не два Они явно Делались В определенную Схему Которую Из игры По сути Не убрали Но так Мягко Выпилили И это Обидно То есть Это просто Обидно Самый прикол Что все Вот эти Мувы Они Дисбалансные Я играл С этими Со всеми Мувами Я их пробовал Я вообще Не сумел Собрать Ни один Какой-то Билд Кастомный Который Можно было Считать имбой Наиболее Имбовый Билд Это Билд Турнирный У Гераса Но он Турнирный Но он Ибовый Но он Турнирный Но при этом Герас не на самом верху Так то В общем Терриста Ну Я не знаю Я бы все таки Считаю Что он В первой Линейке В первой пятерке Ну да Он все равно Достаточно высок Я имею ввиду Что в принципе Может быть Ну как не может быть А точно Просто может быть Это уже Не скрывать Мы с тобой Ну не те Наверное Люди Которые Могут Вот прям На высоком уровне Затирать Фребаланс Я уж точно Нет Вот Но тем не менее Тем не менее Это Пораженческий подход Сделайте не пользуемся Вообще Mortal Kombat 11 Я вот сейчас понял Какой у нас будет вывод По результатам этого Разговора Потому что его уже Пора заканчивать Мы начинаем выходить На втором третий круг Такой вот Вот такой вот Прям вот Не знаю Даже не вывод А некий мод Некий девиз Mortal Kombat 11 Сделали Но не пользуемся Дофига Дофига черновиков Дофига классных идей Дофига Вот таких вот прям Крутых Строчек Из пресс-релиза Которые На выходе Даже не оказываются Пшиком Они оказываются Вот такие Вот знаешь Брошенными В отказе Мы вот это придумали Сделали А вот финального шага Не добили Они как будто Боятся Облажаться То есть вот Шаг в сторону Шаг влево Шаг вправо Расстрел Не дай бог Лучше Вот как бы чего не случилось Как бы что Комьюнити заныло До выхода О дисбалансе Вот вам турнирные вариации На день Первый Комьюнити заныло О сложных башнях Все-все-все Мы там делаем легче Вы вот комьюнити Занойт о чем-то Мы вот Кстати да Такая же была история От любого ныти комьюнити Вот ветерок подул Все Сразу мы Переобуваемся Слушай Ну вот поклонники Другой Какой-нибудь эгрейс Сказали бы Что это прям Хорошая работа Реально Это о том Как медленно Выходит DLC персонажи Вот тут надо было Реально ныть И ныть Потому что В определенный момент Все как-то Единогласно Почувствовали Что вот Скорость выпуска DLC персонажей Она реально Искусственно занижена Потому что Еще с девятой части DLC выходили Раз в месяц Инжастис выходил Раз в месяц Ну там Mortal Kombat X Выходил Тоже раз в месяц Ну потом Они пак пустили Целиком Инжастис 2 Выходили раз в месяц Нам намекали Что вторым персонажем Будет Синдл Нам как бы Стало понятно Что она наверное Уже готова К релизу Нам 16 бит Вот Не 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 Погоди 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 Он бит Ляпнул Что Следующий персонаж Синдл На него Так Остальные Пошикали Типа Чего ты тут Полянул Потом Пошли тизеры И одновременно Слито было все Слито было все И до сих пор Слито подтверждаются Вот есть у нас художник Да Незеры Эд Бун и вся остальная команда Они рисуют картину Mortal Kombat А сзади за плечом Стоит бухгалтер Такой знаешь Циник Это Warner Bros Как у всех И говорит Знаете У нас Маркетологический отдел Какими-то своими выводами Решил Что Выпускать Персонажа Раз в месяц Экономически Окажется невыгоднее Чем выпускать Раз в два Хотя Если честно Не понимаю То есть Мне кажется Чем Больше Вы выпускаете На продажу Тем больше Вы как бы И продаете По каким-то Неизвестным причинам Задерживают Выход персонажей Явно искусственные И вот Об этом Комьюнити Стоило бы ныть А комьюнити Ноет Комьюнити Видимо Просто некоторые вещи Не о том Ноет И не с той интенсивностью Там где ныть не надо было Устраивали истерику Где Стоило бы поныть Так что-то Поворчали себе Под нос Да разошлись Ну Значит Значит Это голос Большинства Вот А что касается Бухгалтера Тут Как бы Самое главное Надо заметить То есть Mortal Kombat 11 Самая хорошо Продаваемая Игроцикл То есть Может быть С точки зрения Экономической Бухгалтер прав А вот Как нам Нам с тобой Лучше Сделать Но тут Уже Только нам Видно Но мы же Будем Деньги Им Как бы Вкидывать То есть Мы будем Больше В них День Вкидывать Это Это Мы Вдвоем С другой С другой Стороны Люди Которые Ну В принципе Из всего Комбат Пака Меня интересуют Только персонажи Mortal Kombat Мне не нужны Терминаторы Спауны И так далее Я за лор Джокеры Вот И ты знаешь Что-то Это была Хорошая позиция Потому что Вышел Шансунг Шансунг С точки зрения Маркетинга Сделал Офигенно Как в Джонни Кейф Почти То есть Внешний Скировик Так Гаус Все Вот эти Пасхалочки И так далее Это все Очень Классно Но Когда я посмотрел Какие Вариации У него Играют Это Грязный Зонер Которым Я не хочу Играть С точки зрения Геймплея Я его попробовал Руками Поиграл За него И так далее Понял Что это Не мой Плейстайл Я не буду Им играть И Спокойной Душой За него Не платил То же самое С Ночным Волком Посмотрим Что будет С Синдал И у меня Вот если честно Есть подозрение Что походу Я никого Из них И не куплю С какой бы Скоростью Периодичности Не выходили Тебе больше Скажу Опять таки Я не пытаюсь Оправдывать Всю картину В целом Я говорю За себя Мне Знаешь Почему Еще не Нужны Особенно Сильно Дополнительные Персонажи Потому что У меня Огромное Количество Персонажей В игре Которые Уже Есть И они Мне нравятся Я по сути Вот В своем Ритме Со своими Желаниями Со своей Приверженностью Каким то Определенным Вещам Всерьез Поиграл За все это полгода Двумя С учетом Не всерьез А пощупать Более менее Ну четырьмя Может быть У меня Огромный Еще потенциал Года на два Вперед Чтобы попробовать Всех Остальных Не просто Которые есть В игре А хотя бы Только тех Которые мне нравятся Понимаешь Да Я медленный Да Я знаю Что все Киберкотлеты Как бы За месяц Выучили всех Я знаю Что есть Вот это Популярное Мнение Среди Как бы Скилловых Игроков О том что Мортал комбат По механике Своей Достаточно Простая игра И что Любого персонажа Можно выучить За три дня А три дня На 25 Это у нас Внезапно 75 дней Это уже больше Двадцать с половиной месяцев Точнее Ровно Двадцать с половиной И Ты такой Так думаешь Об этом И Так это же Дофига контента То есть Я предполагаю Что Бухгалтер Warner Brothers Предполагает Что Людям Нужно Подкидывать Косточку Тогда Когда они Проголодались Потому что Если они Прямо сейчас Жрут шашлык Запивают его Кефиром И Перед ними Еще блюдо С баурсаками Стоит Что в принципе Мусорники Верновато Нести Он их Пока не хочет Может быть А может быть И нет То есть Вот я тебе Про себя Рассказал Может быть Если бы Я вот Уже Всеми наигрался И сидел бы Вот как Все комьюнити По крайней мере Я Я здесь В меньшинстве В своем Вот таком Ритме В основном Все сидят Ложкой Говорят Неси еще Неси еще Я хочу Больше персонажей Больше персонажей Я искренне Не думаю Куда вам Столько Но Таких Большинство И возможно К ним стоит Прислушивать Сюда Может быть Они просто Медленно Их делают Ну Не исключено Потому что Нельзя все таки Забывать о том Что с точки зрения Контента МК11 Это Самая наверное Богатая игра И самая Долгая И тяжелая В разработке То есть Здесь же Не просто Модельку сделать Анимацию На весе Тут куча Очень Большая Вот всяких Дополнительных Сопровождающих Вещей Сделать ему Все вот эти Вот интроаутеры И Сделать вот это Вот то Сколько только Кастомайзер надо Наделать На каждого персонажа И так далее То есть В целом Я верю Что их Изготовление Занимает Либо больше денег Либо больше Человека часов А скорее всего И того и другого Чем в Инжестис 2 И уж тем более Чем там в МК-9 И в МК-10 Вот Но Это опять таки Это такие разговоры Ну Делают и делают Здесь все понятно По крайней мере Они делают Новых персонажей Они делают Их неплохо Я бы даже сказал Очень хорошо Ну И выполняют Свои обещания Они выходят Они выходят Необрезанными Они выходят Со всеми Атрибутами И со всем Чищанием сделаны Как и все Основные персонажи То есть Тут нет Какого-то Вот прям Такого Не знаю Небрежения Что типа Вот эти нормальные А эти какие-то Залетные Ну Кроме темы Да Вот эти вот Гостевые чары Мне не очень нравятся Вот А вот Что касается Всех остальных вещей О которых Мы сегодня говорили О всех вот этих Полуфабрикатах Которые так и не допекли Это прям обидно И это вызывает Фрустрацию Потому что Это непонятно Почему так То есть Могу только Предположить Что люди изначально Имели такой план Что мы Сделаем Сразу Большой скелет Мы сразу Себе заложим Вот такие 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 И вот такие Пути А потом будем смотреть Что комьюнити Больше нравится И будем развиваться В том направлении В котором Ну Тот самый Бухгалтер Наверное Решит Что это Более Целесообразно И вывод Ну И предсказуемо Получилось Что Ну Так всегда Самая громкая Диаспора Определяет Нет То есть Все те файтеры Которые Действительно Делают Гайды Ну Не знаю Там Ведут стримы К мнению Которых Прислушиваются Все остальные Они Топят За Киберспорт И в этом плане Мне прям Все время Бывает обидно Когда Эд Бун И прочие Первые лица Игры Там Постоянно Кивают И ссылаются На Сони Фокса Который Там в каждой бочке Заточек Да Безусловно Звезда Но это Киберкатлета Это Турнирный Игрок У которого Совершенно Нет никаких Идей И представлений О том Что нужно И нравится Достаточно Большому Слою Других Игроков Но Поскольку Как бы Назырел Очень хочет В киберспорт Или В большие Турниры С призами И вот В эту сторону Развиваться И за это Нельзя винить Они файтинг В конце концов Правильно Вот То Да Вот Мы имеем Именно это Мы имеем Киберспортивную Магистраль И Недореализованные Вот эти Почечки Зачаточки С темы Для обычных Игроков Вот такой вот Ну как она Называется Сервис С другой стороны То что уже Сделано То есть Я не хочу Чтобы это звучало Как будто Все полимеры Кончились Да А с другой стороны То что уже Сделано Все равно Больше чем Все что было Сделано В любом Другом фейте Просто Этого все еще Мало И это все еще Слишком очевидно Недоразвит Вот такие дела Вот А если это перевести В какое-то Какое-то положительное Оптимистичное русло То Зато Смотри как вертится Если они вдруг Захотят улучшить игру У них столько Замечательных путей И так понятно Как это сделать Еще стоит ожидать Наверное К концу Первого пака Какие-то Глобальных изменений Потому что Это какой-то Тоже будет Промежуточный итог И вот те Сливы О Картах О новых Я чем взрослее И не знаю Более Опыты насыщенные Наверное Так это Сказать-то А становлюсь Тем Как классик Больше знаю Что ничего не знаю То есть Некоторые решения И некоторые Ходы Людей Занимающихся Развитием Какой-либо игры Я здесь Да Немножечко И сейчас Я своим любимым Гвинте Говорю тоже Меня просто Стоят в тупик Потому что Я могу придумать Почему так Но Я сам себя Ловлю на том Что Эти причины Какие-то Вымоченные И Может быть Я уже Просто слишком В силу возраста Там Или еще Каких-то Других причин Оказываюсь Не похож На Не знаю Типичного Представителя Комьюнити Или как это Правильно назвать На правильного Геймера На которого Ориентируются Игровые компании Назовем это так Вот В общем Такой вот у нас Разговор вышел Его можно продолжать И продолжать Но в целом Я думаю Какие-то Основные Тезисы понятны Мы Пусть сумбурно Пусть долго Но мне кажется Там максимально полно И со всей болью Постарались раскрыть Если ты что-то Хочешь добавить Давай сейчас самое время И будем потихоньку Прощаться Да нет Наверное В принципе Да По всему Прошлись Даже не знаю Уже Хочется Хочется в будущем Все-таки Чего-нибудь Хорошего Да Персонажи Еще есть Поизучать По идее В игре Есть еще Что поделать Но хочется Чтобы Изучая персонажей Мне Что-нибудь Все-таки Покидывали Косточку Бесплатную Чтобы мне Интерес Не терялся Хотя бы Не знаю Ну перчаточку Новую Ну что-нибудь Сделайте Бесплатно Или Почините Нельзя Это делать Начинать Всем с нуля Каждый Райан Это Неправильно Много чего там Неправильно Много чего Не исправят Ну вот Хотя бы Исправили бы То что можно Исправить И сделали бы Хотя бы Один экспериментальный Сезон Лиги На кастомках Потому что Пусть докажут Теорию Что прав я Или нет Потому что Турнирные вариации С моей точки зрения Они баланс Только ломают Еще сильнее Мне кажется Просто заведется Какой-нибудь еще Люканг Просто с другими ударами На которого У Люканга Все хорошо На самом деле С турнирками Соберут из двух турнира К одну И он намного сильнее Не будет А может и оставят Турнирку А вот Лоутиером Как раз Вот Вот Лоутиеры Поднимутся Те кто Хайтиеры Сильнее Не станут А лоутиеры Поднимутся На кастомках Как-то так будет Может быть В общем Если они готовы Будут Более активно Это все дело Балансить Я думаю Нормально Войти В очередной Этап бета-теста И сделать всем весело А по балансу Кстати Добавлю Вот сейчас Ждем Просто до небес Ждем Теоретически Какой-нибудь Балансный патч Синдел И Если они В принципе Рейдена и коллектора Немножечко Бафнут То это наверное Последние персонажи Которые В данный момент Трактуются Как лоутиеры Я бы уже сказал Что Достаточно Хорошо Отбалансированы Ну да Ну просто В любой игре Есть Те на ком Катаются Большинство И которые считаются Более сильными Это так и будет В вечной Онлайн скорпионов Люкенгов С этим ничего не поделать Еще кайси И на них И люди С прямыми руками И с кличнями Будут играть Так Уж так повелось А там На Коталькане Например Будет меньше играть Но при этом Он на данный момент Будет уже Более-менее Сбалансирован Ну Он уже начал Восхождение Он уже не так плохо Как раньше Вот Чтобы ты Вот Из всего Что мы Сегодня Обсуждали Хотел Больше всего Вот если бы Пришел Эдгуна Сказал Окей Одно пожелание Я выполняю Но только одно Персонажа Раз в месяц На протяжении Пяти лет Серьезно Из всего этого Ты выбрал Просто На протяжении Пяти лет А вот оно Что ясно Вот Ну я себя могу Добавить Что я бы хотел Конечно Вот Ту полноценную Мечту Которую я говорил Про кастомки Да Для того Чтобы Было все сделано Так Чтобы в игре Было прям Зачем И в кайф Баловаться С созданием Собственных билдов Мне кажется Это очень перспективно И очень интересно Можно из этого И сделать Ой Хотел уточнить Каноничных персонажей На протяжении Пяти лет Никаких Вот этих Места Для вашей рекламы Потому что МК-12 Будет Саб-зиро Скорпион Рейден И 30 гостевых Персонажей Ясно И основной Контингент Играющий В эту игру Будет Ботаник Из Робо-Ципа Помните Такого персонажа Шепелявый Любил Звездные войны И постоянно Кричал Как клево В игре Мортал Комбат Есть Терминатор This is awesome Блин Ну вот Это прям Маркетинг Мортал Комбат 11 То есть Вот на кого Направлены Джокеры И Спауны И Терминаторы И Шелли Милемсы Потенциальные Фредди Крюгеры Это К сожалению Работает Это не наши ребята Как я уже Рассказывал Поклонники Мортал Комбат Игру купят В любом случае А вот Поклонников Фредди Крюгера И Терминатора Надо заманивать Напоследок Давай я расскажу Маленькую историю Чтобы Ну Как-то выразить Своё отношение К такой штуке Как баланс И будем прощаться Итак Тот самый Гвинт В силу некоторых причин Слишком долго описывать В нём Был Искусственный Полугодовой Те самые Шесть месяцев Застой Когда не выходили Балансные патчи То есть Они привели баланс К определенному Более-менее нормальному Значению И ушли Как бы полностью Переделывать игру На полгода Оставив Вот всё как есть Вообще всё Без единого Балансного патча Естественно Это для любой Живой игры Просто Звучит как Смертный приговор То есть Сформированная мета В мете Несколько колод Три-четыре Которые играют Друг с другом На протяжении месяцев Сдолбают любого человека Так вот Знаешь что случилось На излёте этих полгода Ну там Через несколько месяцев Когда стало понятно Что В ближайшее время Ничего не изменится Внезапно Начали играть Те фракции И те колоды Которые изначально Считались лоутиром Люди просто Наконец-то За такое огромное Количество Стоячей меты Когда никто Не вносил Никаких балансных Изменений И некуда было бежать Да изучили Те механики И те потенциалы Которые были скрыты В этих механиках Достаточно Глубоким образом Для того Чтобы поднять Содно то Что раньше считалось Мёртвым И вот Это Байка Такая басня Которая Моё отношение К балансу Немножечко показывает Очень часто То В каком Состоянии Сейчас Находится Мета Не в полной Мере Может отражать То Какой изначально Баланс Заложен в игру И может быть Ей нужно дать Повариться Для того Чтобы игроки Докопались До туда До тех сокровищ Которые зарыты там Где При первом Вот этом Забеге Пропустили Проморгали Не нашли Я не говорю о том Что надо Не выпускать Патчи Или выпускать Их Мало Я говорю о том Что иногда Все таки То как Игроки Со своей позиции Судят о балансе Это немножечко Субъективно Баланс Не равно Мета Мета Не равно Баланс Будьте все Счастливы Играйте в Мортал Комбат Потому что Это на самом деле Замечательная И хорошая игра Как мы Уже выяснили Просто потрясающе Огромным потенциалом Который еще Раскрывать и раскрывать И будем надеяться Что он Все таки Зацветет Запахнет И будем У него играть Еще много Много лет С вами был Артем И Стас Стас Всем пока Всего вам хорошего Будем надеяться Что увидимся Пока Пока Продолжение следует...